Приветствую всех, дорогие друзья. Мы начинаем просмотр огромного, просто гигантского, колоссального турнира. Dream League начинает сезон под номером уже 22. Третий десяток разменяли и сегодня будем смотреть огромное количество матчей. Вообще, крупнейший турнир, все лучшие собраны в одном месте, все лучшие будут играть друг против друга. Просто огромнейшее количество матчей на групповой стадии. Я тут решил подсчитать, сколько карт мы посмотрим, а мы только в групповой стадии посмотрим под 170 карт в двух групповых стадиях, если быть точным, плюс плей-офф. В общем, всех приветствую, меня зовут Марталес, вместе со мной Кавай. Привет, рассказывай, какие у тебя ожидания, что думаешь, делись. Всем привет, да. Я вообще на хайпе, я на хайпе, потому что турнир действительно знаковый. Более того, во многом, да, вот эта Dream League и ESL, они заменили систему TPC, и во многом, я думаю, что Valve будут ориентироваться именно на эти турниры, когда будет становиться вопрос о том, какие команды едут, не едут на International. Здесь борьба идет как за престиж, как за призовой, так еще и, понятное дело, за EBT очки. ESL Pro Points, по-моему, или Pro Tour они называются. Показывают нам сейчас немножко группы, да, как будет распределение. Вот те групповые стадии, про которые ты говорил, сначала начнется все, что одна группа и вторая группа играют сами по себе, там best of 2 матчи, и из каждой 4 попадут во вторую групповую стадию. Дальше, во второй групповой стадии мы видим, что две команды из нее, которые займут первое-второе место, соответственно, попадут в верхнюю сетку плей-оффа, следующие две попадут в нижнюю сетку плей-оффа, и там уже плей-офф, который будет не так, чтобы очень большой, но однозначно будет заслуженный. Это самое важное, мне кажется, когда дело доходит, да, да, таких крупных турниров, которые много решают. Важно то, чтобы каждая команда действительно заслужила. А с двумя посевами, с двумя под такими вот терниями, через которые нужно будет команда пройти, я думаю, что незаслуженных там команд не будет. Ну да, мне нравится, что сразу много команд полетают, соответственно, все будут бороться за очки с самого начала, не будет такого, что фавориты где-то играют чуть расслаблено, да, зная, что они в любом случае окажутся в плей-офф каком-нибудь, или, например, не займут два самых последних места, потому что, ну, чаще всего вылетают по две команды, да, там, четыре в верхнюю, две в нижнюю, что-то такое мы стандартно привыкли видеть. В прошлом сезоне уже были турниры такого формата, где было две групповых стадии, и действительно, когда вылетает сразу половина из каждой группы, здесь каждый матч будет важен, да. Это все еще Быстров-2 формат, который в какой-то степени сложно прогнозируем, да, потому что, ну, регулярно все фавориты на групповых стадиях очки теряют, и особенно это касается первых игровых дней, когда все только вкатываются в турнир, все пытаются вообще понять мету, придумать свое что-то и так далее. Но невыгодно здесь играть ничью, нужно стараться забирать максимум. Вот нам показывают как раз составы групп, по ним тоже мы обязательно по ходу игрового дня пройдемся, смотреть будем много и разбираться тоже будем постепенно. Ну, вот так, как только я увидел группу, мне почему-то показалось, что группа А, наверное, чуть помощнее. Ну, я с тобой скажу, да, там очень много непонятных таких, да, моментов, которые, про которые мы еще не знаем. Там OG, которых мы, кстати, сегодня посмотрим, там немножко состав был изменен, и спорно, конечно, усиление-усиление, но по моим ощущениям, наверное, немножко коллектив усилился. Там же группы у нас Фальконы, в группе А находятся, которые недавно показали очень-очень высокий уровень игры. Ну, и там же, понятное дело, Gaming Games, которые показали не тот уровень игры, который мы от них ожидали буквально недавно, но которые в прошлый сезон, по крайней мере, весь разрывали в пух и прах на заключение второго нашего дела. Ну да, BB, GG, Фалькон, с которыми турнир выиграли крупный, Azur Rain, списываем со счетов, в общем-то, есть на что посмотреть. Представитель южноамериканской сцены, героек, все-таки у них, в основном южноамериканцы, да, играют, кроме Давай Ламы. А сейчас, нынче, южноамериканские команды, я думаю, многие по ним соскучились, потому что некоторых игроков раскидало по всему миру, но вот именно серьезного большого стака южноамериканского, по большому счету, так кроме Heroic, сейчас и нет. Я думаю, что по ходу этого турнира мы с ними хорошенько так познакомимся. Я лично от себя желаю им удачи, хочу, чтобы они хорошо выступили, но группа, конечно, сложнейшая. Можно посмотреть сейчас расписание первых самых матчей, вы можете узнать, какая игра на каком канале будет показана. Не забывайте прыгать с матча на матч на любой из доступных каналов, потому что что-то будет заканчиваться раньше, вы всегда найдете себе онлайн хотя бы что-то посмотреть, вряд ли все игры будут заканчиваться в одно время. Вторая серия матчей начнется в 16.30, там также есть интересные моменты. И наши команды с Восточной Европы регулярно играют, и у нас здесь довольно любопытный матч будет Team Secret, Extreme Gaming. На Secret хочется посмотреть. Да вообще за многими командами хочется последить, потому что многих на даче не было, и, соответственно, придется каким-то образом нам либо ссылаться на квалификации различного рода, но всегда это делать не хочется. Хочется все-таки в режиме лайф узнавать, что они из себя представляют. То есть по части команд у нас есть инфа, по части команд она только появится. Коэффициенты вы тоже можете видеть заранее на те или иные игры. Некоторые, конечно, оставляют вопросы, но это Best of 2, как я уже сказал, прогнозировать Best of 2, особенно в первый день, но это самоубийство. Это практически нереально, и, скорее всего, вы допустите много ошибок. А если нет, то воспользуйтесь этим днем, возможно, он ваш счастливый. Ну и последние матчи начнутся в 21.30, довольно продолжительные у нас будут игровые дни, и таких дней будет подряд сразу несколько. В общем, настраиваемся. Если у вас вдруг отпуск или, не знаю, просто отдыхаете или вообще не работаете, или работаете из дома, смотрите Dota вместе с нами. Dota будет очень много, только первая игровая, групповая стадия будет длиться 4 дня, плюс вторая еще неделю. Так что... Тут вообще хорошо-то очень сказал по поводу того, что прогнозировать очень сложно. Тут же еще патч вышел, потому что предыдущий патч, который 7.35b, он был под Новый год. Он там выходил, по-моему, 25 декабря, как-то так. То есть больше двух месяцев мы играли на одном и том же патче, причем профессиональной командой включительно, а сейчас мета должна поменяться. Я понимаю прекрасно, да, что патч, он вроде как незначительный, но там были пофикшены, как мне кажется, достаточно крупные огрехи, назовем их так, в плане Этемизаза. Допустим, Мейчлайер наконец-то порезали, потому что он был совершенно надоевшим предметом. Там немножко Драгонайта порезали, который вот светился очень часто на предыдущих турнирах. И я думаю, что это, скорее всего, придет к тому, что мета поменяется гораздо сильнее, чем может показаться из изменений вот этих вот крупных патчей. Потому что вот что-то одно там, знаешь, как стяжного кома поменяло, и, скорее всего, нас ждет интересные новые наработки. Но, тем временем, я тут про плицевой фонд и про поинца и пяти, про который мы уже упоминали. Да, тут, понятное дело, что это огромнейший турнир. Это турнир-миллионник таких. Я думаю, что в году будет немало, особенно, да, вот от нас. И мы видим, что 4200 поинтов дается за первое место на Dream League. Напоминаю, да, что эти поинты приводят к тому, что, во-первых, будут прямые инвайты на следующие турниры от ESL непосредственно. Ну и, скорее всего, это уже спекуляция, скорее всего, они каким-то образом будут влиять на решение Valve касательно инвайтов прямых на International. Ну и не забываем про турнир, который наверняка будет аналогом Рияда. Может быть, он по-другому будет называться, но это будет попозже. Естественно, эти поинты тоже на него повлияют, а там уже будут большие деньги разыграны, совсем большие, как мы привыкли видеть на Интах. Именно Рияд стал, пожалуй, главным турниром прошлого года, если убрать за скобки просто традицию, да, в виде International, потому что больше всего денег разыграли именно там, и многие делали упор именно на него. Приоритетным он стал для большинства, как мне кажется. Да, призовые большие. Забавно, конечно, смотреть на 4200 поинтов, и сколько там за последнее место? 42, по-моему. Это сколько надо раз, да, сыграть, чтобы догнать команду, которая победит. Но, тем не менее, что-то достанет совсем. Призовый фонд больше, чем был на мейджорах. В общем, есть за что бороться, и это точно не тот турнир, к которому будут команды относиться как-то расслабленно, да, как было на некоторых мейджорах. Потому что ты в прошлом сезоне выигрываешь 3-5 цикла, или 2 выигрываешь, или 3 раза даже второе место занимаешь, ты уже вроде как на Инте, тебе очков хватает, на мейджор съездил, ничего не заработал, занял там какое-то место, не получил очков, денег там в любом случае разыгрывалось мало, да и ладно, как бы. Как будто бы последние мейджоры не были такими важными и статусными. Здесь ничего подобного, здесь есть за что бороться, поэтому готовимся смотреть. Уверен, что многие команды постараются выложиться на максимум, постараются показать свою лучшую форму. Ну и надеюсь, будут темные лошадки, которые будут удивлять, которые будут бить фаворитов. По крайней мере, всегда за такие команды хочется болеть, и всегда очень хочется найти такую команду, знаешь, раньше других. Просто определить, кто это будет. Может быть, у тебя есть такой кандидат? Ну я вот сейчас думаю, да, но мне, допустим, очень нравится замена VUG. Не то, чтобы я там какой-то хейтер был, Юраги, или еще что-то в этом роде. Нет, но просто мне очень нравится Тимано, он достаточно давно играет в Доту, но при этом игрок очень молодой. И если смотреть на его статистику, вот ты затронул момент с Южной Америкой, у них игроков просто скали по разным регионам по хорошей причине. Механически игроки из Южной Америки находятся на самом высоком уровне. То, что в Висбор, да, возьмем его, забрали в Доте, теперь в Тимано. Просто они как коллективы очень плохо сыгрывались обычно, и у них не было хороших тренеров, у них не было сильных капитанов. И играли они на высоком уровне, но индивидуально каждый, а не как команда. И вот сейчас мне на OG очень хочется посмотреть, потому что OG это как раз-таки тот коллектив, который всегда делал из игроков команду, в первую очередь. Даже, да, вот, когда они выигрывали Инты, ну нельзя было сказать, что Себ был какой-то супертоповый, лучший в мире оффлейнер. Но, как показала практика, он показывал такой уровень игры, что нельзя было с ним спорить, ни в коем случае. Поэтому для меня OG это большой такой вопросительный знак, который я ожидаю. Слушай, тут соглашусь с тобой. Касательно Южной Америки, нужно же еще понимать, что у них такой регион был, который максимум давал две хорошие команды, да, как правило. Третья уже сильно уступала, и они играли между собой, варились в этом котле, опыта набирали все равно не так много, и опыт набирали в основном только на крупных турнирах. Но когда они начали выстреливать от турнира к турниру, то Тандервейкин, то Бесткос, то еще кто-нибудь, когда они начали доходить до мест топ-4, топ-6 крупных турниров, на Интах тоже достаточно высоко забирались, с ними как-то принято было считаться спустя время. Ну да, сейчас система проведения несколько поменялась, но вот этих талантов, их там великое множество, сколько керри нам подарил регион, каждый полгода какой-то керри всплывает, которого все боятся, которым все восхищаются, и, естественно, кого-то разобрали. Виспер, ты его упомянул, для меня это вообще один из лучших оффлайнеров мира, я бы его, наверное, в тройку даже поставил, после коллапса еще кого-нибудь, не буду говорить кого, потому что, наверное, таким образом просто спровоцирую, так что следим, следим за Виспером и за всеми остальными южноамериканцами. Так, также хочется вам напомнить о том, что Винлайн в этом сезоне проводит крутой розыгрыш, в котором вы можете выиграть замечательные призы. Для этого необходимо сделать три или более ставок на матчи в Дрим Лиге 22 сезона, подписаться на канал Винлайн и оставить свой Винлайн-айди в комментарии под постом с розыгрышем. Итоги будут опубликованы в телеграм-канале Винлайн. Наслаждайтесь игрой, остальное за Винлайн. Ну, а мы совсем скоро перейдем к драфтам. И вот они. О, ну здесь, в принципе, ничего такого прям естественного я не вижу, чтобы поменялось. Но по саппортам прошлись прям очень хорошо. И забирают для себя первым пиком OG Драгонайт. А несмотря на нерфы, несмотря ни на что, они решили, что этот герой до сих пор заслужит внимания. И я, кстати, с ними полностью согласен. Мне кажется, его понерфили недостаточно. Мне кажется, что иллюзии, то, что до сих пор могут пользоваться всеми благами Элдер Драгонформу, это немножко неправильно. Ну, все еще не стоит забывать, что этот герой универсальный абсолютно. Он стоит на любой линии. На любую позицию. Ну, и скор позиции идет. Стоит лайн практически против кого угодно. И когда ты берешь его на ФП, вот попробуй прочитать, что это будет за ДК. Это невозможно. Прямо сейчас это точно невозможно. Тебе уже нужно искать опции на этого ДК, потому что этот персонаж и хорош практически на любой стадии игры действительно взлетел как-то. Хотя я помню времена, не так давно это было, когда ДК, неважно, куда ходил, в мид или в сложный, это был герой про ПТ, БКБ максимум. И блинк, может быть. И все. Игра заканчивалась, потому что он не успевал дофармить. У него достаточно низкая была скорость фарма. Да, он здорово ставил линию, но потом его полезность резко как-то заканчивалась. И в лейт он просто не успевал уйти за другими мидерами, например. Но сейчас герой крутой, его взяли, окей, Enchantress в ответ. Ну, Enchantress в принципе закономерное. Вообще ничего как бы по ощущениям не поменялось пока что из того, что мы привыкли видеть, что немножко удручает. С другой стороны, первый матч, да, все понятное дело, что команды сейчас вряд ли будут прям сразу же показывать все свои наработки, все свои эксперименты. Хотя вот, казалось бы, казалось бы, что прач был значительным. Кунку у нас уходит в бан. Возвращаясь к ДК, он раньше же был как этот, да, как скотч для любого драфта. Вот у тебя было что-то непонятное, что тебе нужно было как-то связать в одно целостное, и ты вот этим скотчем перевязывал свой драфт, и ДК в принципе хорошо смотрелся. А сейчас же это, конечно же, персонаж, который просто индивидуально слишком силен. Но мне кажется, Enchantress хороший ответ. Тут тебе чистый урон и сильные стадии лейнинга, то есть можно любого кэрри взять. А Чена тем более и нет. А, еще более того, в патче же еще очень сильно пробафали Helm of the Overlord. И мне кажется, что в связи с этим будет возвращение, возможно, бестмастера. А Enchantress заблаговременно этого бестмастера тоже закрывает. Ну, есть у нас любители бестмастеров на профсцене. 33-й потирает ручки, наверное. На суммонерах он великолепно выступает. Возможно, лучше всех в мире на сложной линии. Но да ладно, пока у нас закончились баны. Ждем, что будут добирать себя IG. Вообще, что мы думаем про команду IG? Потому что GTO IG — это тот коллектив, который по именам выглядит безумно сильно. Но сейчас в Китае возросла конкуренция, они не могут на каждый турнир, например, пройти. Чего мы ждем в этой мощной группе? Мне кажется, что их вообще нельзя списывать со счетов, и эта команда может бодаться с кем угодно. Элементарно, просто за счет своего огромного опыта, за счет исполнителей НТС, GT, Бубока, Мане, ну, это же просто машины в свое время были и остаются некоторые. Так что... Я, честно говоря, не знаю, я даже не знаю, кто мог бы списывать их со счетов. Ты так сказал? Я просто удивился. Потому что они вот буквально недавно, как недавно, это, по-моему, позавчера было, или даже это было вчера, прошу прощения, они там заняли третье место на параллельном турнире, на непараллельном, он закончился уже. Ну и, соответственно, это коллектив, который действительно очень хорошо играет Dota и как команда, и по индивидуальным исполнителям. Я от них ожидаю очень многого. Я очень сомневаюсь, что кто-то будет, да, списывать со счетов. Ну и многое вот именно в этой игре, мне кажется, будет убираться в то, как Тимада сейчас в OG встроится. Если он встроится действительно настолько хорошо, насколько я предполагаю, то да, то у OG должны быть проблемы у OG. Но если же Тимада там еще, знаешь, будет в состоянии, где он еще притирается с команды, где они вот только-только начинают сыгрываться, то для IG должна быть победа, ну не то чтобы простой, но по ощущению закономерной. Просто IG, ну ты же помнишь, да, как они сыграли квалы на дачу? Там же совсем все плохо было, они там два матча проиграли, вылетели. То есть, явно, что команда просто еще не нашла свою игру, но я думаю, тоже сыграются, все будет в порядке у них. Так, Final Beast, Худбинг, вырисовываются у нас уже какие-то лайны, очень похоже на то, что ДК пойдет в мид. Тинни. Слушай, хороший пик, мне нравится. Мне очень нравится, я там успел краем глаза посмотреть просто статистику того, что происходит в 735C, и Тинни очень сильно вырос у всех команд в приоритетах, просто потому что, ну, хороший герой, почему бы и нет, да, но вот аппарат меня, честно говоря, очень удивляет. С одной стороны, да, он там режет Драгонайту хил, вернее, реген его, да, он там немножко увеличивает магический урон входящий, но, во-первых, здесь магического урона входящего не так, чтобы уже очень много, во-вторых, не так, чтобы Драгонайд за счет хилажа, вот он живет за счет того, что у него очень много именно сопротивления магии, а регена тоже такое, это вторичная его сейчас защитная способность, ну, и всегда очень люблю это смотреть, наблюдать, когда вешается колдфит, и потом Тинни тосом его просто разрывает. Это механика, которая странная, но, чтобы вы понимали, да, в доте, так как эта игра трехмерная, вроде бы она, да, казалось бы, что нет, но она трехмерная, считается также высота, и колдфит рвется от высоты, на которой находится герой, это очень странно, но вот Тинни как раз-таки своему собственному аппарату всегда этот колдфит может сломать, что странно. Ну, мне кажется, они даже не думают об этом, как в тот момент, когда берут такую пару героев. Так, Нага появилась, Нага, я не знаю, существует ли сейчас Керри более надоевшей своим появлением за последние два года, чем Нага, то есть она выиграла International для Тундры, и уже сколько времени с тех пор прошло, и она все еще пикается, и сметы, если пропадает, там буквально на полмесяца, затем снова возвращается, надоело. Нага, и она снова будет, но при этом есть Магнус, который хотя бы какой-то баф против этой Наги дает очень сильной линию. Я вот смотрю, стеклянный инжи-топаришен, если на него будут влетать, его легко там пара в оффлэй не убивает, да, если он в легкую идет. Интересно, интересно, какой Керри здесь может помочь IG? Это банальный, я не знаю, void. Мне нравится сказка Магнус-Сларк, и Сларк очень сильно возрос, да, в приоритетах, причем Сларк вроде как нормально должен стоять там против большинства героев у противника, а за счет того, что у Магнус есть, Нага не будет, наверное, такой большой проблемы, плюс есть какой-то никакой подсейф через его тучу, ну и просто герой комфортный для многих, включая и Моне. Есть кто еще? Нет, можно взять просто какую-то сильную линию, но я какого-то в Рейс Кинга, допустим, не вижу, кого я здесь могу увидеть. Ну, нужен, наверное, не самый медленный, герой, который хотя бы будет не сильно уступать Наге в плане скорости фарма, да, я понимаю, Магнус и так далее, но сколько таких игр мы уже насмотрелись, где Магнус, ну, просто не привязан к своему керри, не бафает его, да и сейчас этим действительно мало кто пользуется, не так, как раньше, когда хвостиком бегал за керри и давал ему импаву. Так что, ну, что-то побыстрее хочется, что тоже может фармить. А мне кажется, что они наоборот сейчас упорутся, вот знаешь, ну, я понимаю, что типа пикать Вайда в Нагу в Супер Маветон, там с липом тебе ломают всю твою комбинацию, но они, во-первых, очень Вайда любят в Айджи, во-вторых, он здесь под Магнусом будет, а в-третьих, вот все-таки фактор аппарата, который по хронсфере, если промажет с бастом, это будет нонсенс. Просто это же Манне, он столько игр на нем сыграл, да, наверное, сотню можно насчитать, если не больше, только на официальных в каких-то соревнованиях алхимик. Ну вот, кстати, герой, который быстрый, да, и при этом никак не уступает на Айге по скорости фарма. Мне кажется, он один бы здесь просто не вывез. Ладно, нужен Керри, нужен Керри, Айджи, они с ним будут Магнуса Керри делать, правда ведь? Китайские команды умеют так играть, когда-то даже практиковали. Ну просто, когда у тебя GT в команде, зачем тебе Магнус на Керри? Ну как бы, это коллапс, 0,97% коллапса игрок. О, Шаман появился. Кстати, вот этого героя я давненько не видел, он там иногда появляется, иногда пропадает, но контроля сейчас снизу прям очень-очень много, но опять же, почему-то, да, не Сларк какой-то. Контроля много, и посмотри, как будут падать в вышке, если выигрывается драка. Вот смотришь, как будто бы снизу все получше. И контроля больше, и нюков больше. Думаешь, за счет чего вообще IG должны сражаться? Потому что Тенчентрис такое обманчивое впечатление создает просто своим наличием. Потому что герой тоже, которому он деньги необходимы. Да, на Blade выходит здорово, надо покачаться. Так, Керри. Остался Керри, который не сильно будет страдать от контроля, потому что сейва-то нет никакого серьезного. можно, конечно, вспомнить какого-нибудь лайфтира условного. Вроде бы процентный урон против плотничей наподобие прямо у писта, наподобие ДК. Вроде бы сон-наги генерируешь, можно входить, убивать вполне просто шамана. Хекс очень не любит, если на него начинают атаку через Хекс, очень сложно ему, конечно. Типа сейва-0 сейчас у... Ну и какой-то Сайленс часто покупается, на нагах, если нужно. Сларк, нет, давай сидим все-таки. Интересно. Ленин нравится больше. должен постоять неплохо, Мане. Но это тоже герой, на котором он много играл, возможно, побольше даже, чем на Сларке. Посмотреть, кстати. Интересно. Интересно, мне кажется, очень сложно будет IG здесь. Вот так, по первому впечатлению. Какой билд нужен на Лайфстилера, чтобы одолеть это все? Ну, если, наверное, будет... В прошлом патче я бы точно сказал, что он через Райлик пойдет, но сейчас за последние несколько патчей пробафали неплохо так Мелсторма, Мелнер и так далее, да, и вполне возможно, что он именно как раз через него пойдет, потому что ты отмечал, что нужна скорость более высокая, темп более высокий, а с Мелнером все-таки ты имеешь темп повыше, и ты формишь начинаешь раньше, и драться, лучше это раз. И на самом деле после всех бафов мне кажется, что Мелнер поинтереснее смотрится, чем Райлик. А, слушай, знаешь, что еще? Они же бафнули еще нехило так Алебарду, так что вполне возможно мы Алебарду видим. В свое время это было очень популярно на Лайфстилере как одна из опций, и может быть, может быть, мы видим что-то из разряда Мелсторм, Алебарда и потом с выхода может дальше Мелнер. Ну, посмотрим, посмотрим. Крутой матч нас ждет, возможно, один из самых интересных, потому что совсем непредсказуемый, вот до начала смотришь на тех, кто играет, и конкретно эту пару предсказать довольно сложно. Наверняка нам покажут коэффициенты от Винлайна, я уверен, что УДЖИ там будут идти фаворитами, но настолько ли они будут большими фаворитами, настолько ли они подтвердят этот статус, узнаем совсем скоро, но вот, пожалуйста, нет. А, это на карте, это на карте, это не на матч, любопытно, интересно, это уже средство драфтов или нет? 1.82 Винлайн предлагает на IG, надо не перепутать их во время матча, любопытно, что думаешь по этому поводу? Немножко удивлен, но, как я и говорил, я считаю, что нельзя смело утверждать в том, что там какая-то из команды является фаворитом, с одной стороны, потому что у нас фактор снимата, который может выстрелить, может не выстрелить, может выстрелить, но потом, как ружье будет висеть, но когда-нибудь выстрелит, а сейчас нет. И пока, пока супер все непонятное. Я думаю, что кэффициенты закономерные. А если отталкиваться именно от имен, именно от игроков, то понятное дело, что IG можно, можно считать фаворитами. Ну, come on, это Моне, Восемь, Тусе и Хнова. Люди, которые там и на финалах Инта побывали, и вообще подобирали очень много всего. Будем переходить уже непосредственно к самому матчу. Мы уже в игре, так что послаживайся игрой, а остальное за инлайн. Ну что, желаем вам удачного просмотра, желаем удачной игры командам, обеим командам. Все вкатываются, первая карта, всегда, я думаю, присутствует какое-то волнение у тех и у других, поэтому и всегда очень важно здорово начать, потому что это задает темп всему вашему выступлению. Обычно, если вы начинаете плохо, особенно при таком формате, выкарабкаться потом не то, чтобы невозможно было, но просто гораздо сложнее. Мы же понимаем, что для каждой из команд текущий соперник это далеко не фаворит по группе, да? Будут соперники сильнее, значительно сильнее. И вот здесь очень важно набирать очки и очень важно не проигрывать 0-2 ни тем, ни другим. А я тут еще в параллельности пытаюсь посмотреть тиман, на что он вообще играет. Нагу я у него вообще не вижу, а тут нас атака, по мане, мане привязали, еще шаклы пошли. По-моему, это не будет форсбак, хотя очень старается Вис, про мане вынужден прокачать рейдж, и за счет этого он из этой ситуации щекотливый выходит, но при этом потеряв достаточно большое количество ресурсов. Наверное, не хочется качать рейдж на первом уровне. Такая подстава случилась, ну ладно. Думаю, кири-команда IG придумает, что с этим делать. Значит, Паришин, герой, который безумно уязвим на старте, если в него будут въезжать, я думаю, начиная со второго уровня Вис, Пирари, вполне могут рассчитывать на киллы. Но, тем временем, рубик раскопали от нашего информационного партнера 22.ру. Сев это обладатель уникального для профессиональной сцены достижения. За всю свою карьеру капитан OG одержал 4 победы на мейджор-турнирах. Три на позиции тренера и одну в качестве временной замены. Интересная такая статистика. Покажет нам, кстати, как раз-таки того самого Сева. Была с его стороны агрессия в сторону JT, но она такая, разминочная пока что. Такая линия, на которой Тимада, наверное, будет себя неплохо чувствовать. В центре у нас Тини против ДК. Ну, на Тини довольно мало людей в последнее время играли именно в миде. Если смотреть на ту же дачу, да, кто играл КПК, по-моему, играл разочек, если я ничего не путаю. Ну, а так, это непопулярный герой в последнее время именно на центральной линии, на четверках появлялся, на четверках вытаскивал матчи в одиночку. Много можно там вспомнить хороших выступлений на этом герое. Смотрим, что он сделает в миде, какая сборка у него вообще будет. Ну, и вот он. Первый килл, судя по всему, икснова. Об этом я и говорил. Это будет продолжаться из раза в раз. Начало положено. И параллельно с этим еще и инчат разобирается на верхней части карты. Это постарался Сев. И по итогу-то у нас OG показывает очень высокий класс и очень хороший старт. Они нам показывают, что, в принципе, и закономерно. Аппаритшен — это герой, который он хорошо разминает, потому что у него там дополнительная ранжа, да, у него достаточно сильные тычки есть за счет его третьей способности, но если его атаковать, атаковать на нижней линии у нас OG очень просто, то он рассыпается слишком быстро. Мне кажется, что это классно играть для тенка в миде, потому что здесь противники два саппорта, которые прям взрываются. Ну и на года, до поры до времени. Все-таки она не обладает большим каким-то хп-пулом. С плюс-один вполне можно и с нагой будет разбираться. Другая проблема в том, что она просто в лес спрячется, и ее необходимо будет искать и тратить на это кучу времени. Скорее всего, регулярно этим заниматься не получится. Тинем. Ник снова. Но пока смог сделать отвод. Стех хорошо у него даже, по-моему, получилось там снина и несколько крипов. Но по крипсату мы видим прекрасно, что впереди. У нас команда OG, причем с хорошим таким перевесом. Там на четыре крипа, то есть на целую пачку, на целую линию выигрывает нас ДК в медиа Тинника. Все очень хорошо у Наги, все очень хорошо и про МЛБ 100. Есть также контроль, если я правильно понимаю, обоих лотосов, прошу прощения, и сверху, и снизу не получается вроде как забрать. Но это, опять же, дополнительный ресурс, дополнительный потенциал для агрессии на линиях. Уже одна тысяча преимущества вырисовывается. Начало прекрасное, конечно, для OG. Интересно, как побегают мидеры? Все-таки Тинни в этом плане герой повеселее, что ли? На нем ты просто больше потенциала, наверное, имеешь для киллов. У БЗМа несколько другие будут задачи, прийти, загангать вниз, например, быстро спушить вышку. При получении там шестого уровня условно. Тинни ему никак на лайне не мешает, Крепстату БЗМа круче. Я думаю, он свое преимущество будет закреплять, на что второе убийство X новое. Ну тут, конечно, безумно сложно. Тут вообще вылазить нельзя, чтобы Ари ни одним скиллом не попал, тогда, может быть, выживет. Очень проблематичная линия, и самое главное же, ему МН ничего помочь не может. То есть, все, что может сейчас на данном этапе LifeCenter, это, ну, стоять и бить. И, соответственно, для Вистра Сари полный карбланш на этой линии. Даже МН начинает просаживаться хорошо, полетел только что Орек, и сильно просадил LifeCenter, хотя тот свои ресурс наверно восполнит. Пошла атака по Тимада, но Тимада вполне спокойно от нее на ноги просто выходит. Нага обладает очень высокой скоростью передвижения с самого начала игры, и, соответственно, проблем пока что не знает. Но хотя бы ситуация по Крепам выравнивается у нас среди команд. Да и Панетворсом, на самом деле, не так, чтобы совсем все печально. А мне кажется, очень печально. Там сейчас 2000 промелькнуло, значит, чуть больше 2000. И посмотри, какие саппорты богатые. Они в киллах поучаствовали, в ФБ сделали, в общем, там все понятно. А вот сидер, посмотри, через Амлет идет Монена показывает. То есть он решил сыграть в агрессию вот такую вот. Я почему-то ожидал, что он пойдет больше в какой-то фарм. Может быть, из-за фактора Магнуса он решил, что ему будет выгоднее, да, пойти в какой-то армлет и он оформит за счет того, что у него просто будет дополнительный клиф. Но а с Нагой-то как? На физике-то на Гулград он перебьет тритие при прочих равных. Так, неужели за Моне пойдут под вышку? Нет, вряд ли. А вот теперь да, потому что Сеп пришел на линию и Энштопаришен это не тот герой, который может сбить сетку шаману, поэтому очередной килл и Икснову тоже гонит. Ну, кстати, ты знаешь, Икснова судя по всему умирать будет. Он медленно передвигается и вот эта парочка просто не отпустит. Дабл килл для Ари. Но тут провал полный на нижней линии. Мы говорили о том, что будет сложно именно из-за Энштопаришена. Лайфстилер сам себе вообще не боец. Он ничего не делает на лайне. Он просто может качаться и все. А саппорт у него такой, который таким двум агрессивным героям конечно уступает. А тут еще проблема в том, что вниз была перетяжка же от Шамана и эту перетяжку никак не эксплуатировали на верхней линии Насы Айджи. Бабока спокойно себе бегал, формил Лисанна с Венчатрос, что в принципе закономерно. Герой любит иметь много денег, герой любит поформить. Но проблема в том, что здесь и снизу от Ау-Джи атака успешная и сверху никакого ответа не последовало. И действительно 2000 преимущества это очень-очень много. Тем более при счете на 5-0 это может быть не к добру. Тут еще такой же момент, что вроде как Айджи желательно бы сыграть темповенько. Темповенько. Ну, я не знаю, надо сидели в нагу выходить в лейт как-то. Нет, это можно, это не так, чтобы прям супер плохо. И там, когда у тебя есть саппорт Мьчатрос, к примеру, да какая-то, которая тоже хорошо скейтится. Может быть, это не такая плохая идея, но в целом я почему-то ожидал, что будет именно со стороны Айджи не то чтобы давление, но как минимум выигранный верхний лайн, потому что Мьчатрос сильное, чего не произошло. Даже при отсутствии саппорта на верхней линии, они нагу вообще никак не наказывают. Возможно, заслуга Тимада, возможно, они сами не доиграли. И параллельно с этим еще очень сильно проиграна нижняя линия. И, ну, слитый мид это такое, нельзя сказать, что он прям совсем слитый, но что-то монет все-таки не проигрывает только найду. Ну, это было предсказуемо, что в миде так все и получится. Тут невозможно просто переиграть ДК как героя на тине. Может быть, отставание бы было там не пять сотен, не шесть, а чуть поменьше, но это все погрешность. На это мы просто не обращаем внимания. А вот что касается активной игры, ну, просто невозможно сейчас сверху, почему не задушили нагу. Шаман, на самом деле, такой лейнер, которого многие, может быть, недооценивают. Все-таки это герой, который обладает самой большой тычкой, да, среди магов вообще. И разменивается он с Enchantress тоже довольно эффективно. А здесь убийство Тини в миде происходит. Сев также держит Enchantress. Enchantress, судя по всему, будет погибать. Сювиспре пошел уже за третьим. Но тут развал. Тут развал. Это будет размен 3 в 1. Пока УДЖИ по всем фронтам лучше. А нага уже смещается в лес периодически и качается еще и там. То есть, учитывая, что эта четверка справляется самостоятельно, про нагу мы забываем. Мы понимаем, что эта нага просто будет огромной. Просто катастрофическая нехватка урона сейчас у команды IG. Из того, что мы только что видели на центральном коридоре, они вроде бы и в правильной позиции находились. Они поняли, что там скоро будет атака. И они вроде как даже к этому сетапились. Манекс сейчас пострадает. Рейдж нажмешь, но там в рейджи можно сжимать, по-моему, ультимативную. на прямом лбсте. Она же проходит через БКП, я же ничего не пропустил. Там телепорт был, поэтому остановились немного OG, но с другой стороны развели, да, на этот телепорт. Инштепаришен уже снизу. Также энчантрис недалеко, но я думаю, что ребята не собираются останавливаться, потому что есть поддержка от шамана. Шаман также туда переместился, и ДК бежит, и сейчас большинство будет OG снизу. Непонятно, будет ли китайская команда вообще принимать здесь бой, или просто отдать энчантрис и отступить всем остальным? Ну, отделались легким испугом с одной стороны, а с другой стороны 4000 уже преимущество, и самое главное, на ДК появляется блинг. Сейчас у OG есть опция атаковать куда угодно, как угодно, урона у них более чем достаточно. Скоро будет шестой на Ари на его худвинг, еще и в центре есть выход. Зацеп пошел по Тине, Тине отсюда никуда не уходит. Его зажали прямо по Таврам, он еще и Ореков наполучал, и Киллинг Спри для Бизи Эмма. Сейчас этот ДК начнет делов делать. А GT пока что не боеспособен, Тине пока не боеспособен. Хочется так сказать, как же они их катают? Ты посмотри на эти перемещения саппорта. Снизу шаман оказался, в центр прилетел. Везде происходят убийства. Везде фраги, везде икфа, зарабатывается золото, преимущество огромное уже. Посмотрите на эти уровни. Там 4-5 у саппортов, там 5-6. Наверное, что по решению безумно важно получить 6-й левел как можно быстрее. Тут еще какой нюанс? Драфт IG, он может работать от защиты, он может работать как такой камбэкающий драфт, потому что два героя ломают позиционку, если вы здорово нападаете, кого-то быстро убиваете, разворачиваете таким образом драку свою пользу или просто чуть ли не в большинстве ее начинаете, но для этого необходимо проигрывать немного. Если мы увидим там 10 тысяч на 20-е, то это не отыгрывается практически. Так, ну посмотри на урон, который нанес сейчас Тинни. Смешно даже если смотреть на то, сколько хп потратил Сеп. Вышка сейчас упадет, потому что катапульта осталась и, судя по всему, IG даже не будут больше драться за нее. Они сейчас не могут. У них вот только-только аппарат получился 6-й. Нет блинка, понятное дело, на НТСе, еще не скоро он. У GT сейчас несколько другие задачи. Вот эти же типа, моего блинку должен приближаться. Я уверен, что он будет покупать себе блинк чуть ли не первой шмоткой. Да, вот у него он и и деньги почти накоплены. Потому что да, в какой-то другой игре можно было бы подумать про какие-то там проходные предметы, да, наподобие там сабли, чего-то такого. Но здесь нет, здесь надо просто собирать блинк, здесь нужно просто врываться, здесь нужно просто инициировать или хотя бы пытаться кого-то пиковать. Потому что ситуация плачевная, пытаются, не смог им ее исправить. Виспер, хорошая ли цель, непонятно. А Виспер, судя по всему, хорошая цель. Виспер уже привык за эти 10 минут, что его практически невозможно убить, что он может позволить себе все что угодно. Наконец-то его наказали, в центре... Нет, Сеп не погибнет, а вот Энчантрис очень даже легко. Не, ну, Тимада здесь очень неожиданно оказался. Я думаю, что Энчантрис вообще не ждал, что вражеский керри сейчас будет в миде выходить на тебя, сетапясь под Шадоу Шамана, но, как видим, Тимада пока что показывает очень правильный подход к игре. То есть, он играет на фармящем герое, но играет на нем относительно агрессивно. Боттл у нас на Синтесе берет себе Аркейн Руну, это хорошо, но Кубин Клуб приближает его так себе. Ну и пускай, да, они остановили кровотечение, но раны до сих пор на месте, и Айджи продолжают медленно, наверное, чуть-чуть проигрывать. Мне кажется, Тимада просто по темпераменту несколько другой игрок, и тот игрок, который Себу конкретно подходит, плюс это такой братишка южноамериканский для Виспера, я уверен, что эту замену ну не все сразу оценят, и со временем эта замена будет считаться очень и очень правильной. Юраги тот игрок, который довольно долго был в ОУДжи, и который регулярно подвергался критике со стороны комьюнити за какие-то свои не самые удачные выступления, да, у него были хорошие карты, были и не очень, здесь с тем временем находят Бузема, который нагло фармил в чужом лесу, за такое, безусловно, наказывают. Ну, фраг хороший, еще и динайв внизу у Мане получается, а фраг-то хороший, но это только что была вот эта та самая печальная особенность игры, где коллфит просто ломается, ну его можно было в принципе не давать, только у нас тут Тини, атака пошла, Тини никуда не уходит. Ари хорошо еще связывает, прям по тавру засовывает Тинька, не то чтобы этот урон был как-то критически важен, но сыгранно было, конечно, красиво. 4-12 счет, коэффициент, думал 4-12 будет на IG, но нет, там уже 6, 1-09 тем временем на OG, Винлайн именно такие цифры сейчас предлагает, заходите на сайт или скачивайте приложение, в общем, играйте вместе с Винлайн, тем временем атака на Мане, Рейдж прожал, но никто из команды здесь оказаться уже не сможет, вышки нет, и Мане даже за счет этого крипа никуда не уйдет, Мане сейчас будут добивать, и сбивать ему темп. ну как он жил, ну пытался, да, пытался выжить максимум, потянуть немного время, смотришь на его золото, и кажется, что не так мало, да, относительно Наги, достойные достаточно цифры, но провал в другом, и основную разницу, конечно, мы видим сейчас именно в игроках центральной линии, там 3000 между ними, и в саппортах, там тоже очень большая разница, тем временем в топе, снова что-то будет, БЗМ, НТС будет погибать, сенчатрис уже отсюда нужно бежать, там по-моему еще кого-то зацепили, вообще слип есть, и при желании можно атаку продолжить, и поубивать вообще здесь всех по одному, их снова отбрасывается ультимейтом перед смертью, ловят также Магнуса, ну как же они играют сейчас, пока Айджи вообще не проснулись, Айджи нет на карте, тут даже нельзя сказать, я вот не знаю, вот насколько правильно говорить о том, что Айджи не проснулись, или то, что Айджи очень классно все делают, потому что с одной стороны, да, мы видим, что допускаются Айджи ошибки, которые вроде как допускаться не должны, с другой стороны, вот они напали сверху на Тинни, и уже сразу после этого был колл, что мы идем во вражескую тройку, потому что туда сейчас будут убегать враги, и это вот продумывание момента на 2-3 шага вперед, со стороны Айджи очень крутое, прям очень классно они понимали, что и куда будет делать враг, и за счет этого они как раз таки в большом преимуществе сейчас, мне кажется, что здесь у Айджи шансов становится все меньше и меньше, вот первый раз наконец-то я вижу, как Мане дается клип для того, чтобы он немножко пофармил, но там был буквально один даблстак инжентов, и не более, то есть он даже не так, чтобы много поднялся с этого, и конечно же проблемы есть, Тинни с блинком. Ладно, давай я тебя поддержу, и буду тоже позитивным комментатором, мы сегодня не смотрим на ошибки, и смотрим в первую очередь на крутые какие-то действия, на крутое исполнение той или иной команды, но только если уж совсем кто-то ерунду какую-то сделает, мы про это обязательно скажем, но пока действительно Айджи крутые, Айджи мне очень нравится, как играют, даже если они сейчас закроют 2-0, мы не будем их сильно оверхайпить до тех пор, пока они не сыграют против соперника посильнее, да и здесь нужно еще игру до победы довести, может Айджи в следующей карте лучше надрафтят, и все будет у них хорошо, пока же есть сомнения относительно потенциального камбэка Айджи, Т2-вышка падает снизу, но сейчас с шаманом можно будет пойти запушить какую-нибудь еще, или вообще чуть ли не на хайграунд подниматься в ближайшее время, ну, например, после убийства Рошана. Нага наверняка там хочет 2 слота, чтобы быть полностью готовой. Вот тем более хайграунд для Айджи, он тривиальный, вот он действительно тривиальный, потому что у тебя есть Нага, который может несколько линий пушить одновременно тебе СДК, который, несомненно, будет собирать себе какую-то манту и аганим, и вот ты можешь просто накладывать эффекты всякие неприятные на товарах, на всех трех линиях одновременно, и даже вот такой герой, как Магнус, который на самом деле хайграунд держит отлично, просто потому что всегда создает угрозу того, что он тебя куда-то увезет, изолирует какую-то цель, даже он тебе не поможет, потому что, скорее всего, преимущественно будет кушать именно иллюзии. Ну и здесь для Айджи я камбэк вижу очень плохо. Наверное, он есть. Наверное, нужно просто нашиваться на Айджи. Это вот единственный шанс. Ну терпеть, наверное. Терпеть, не ввязываться в ненужные файты, не кормить еще сильнее чужих героев. Надеяться на то, что с хайграунда за счет Магнуса, за счет Тинни получится делать быстрые минусы, заставлять, например, Айджи разворачиваться, заставлять там прожимать слип, чтобы убежать, чтобы драку просто 4-5 не проводить. Что-то такое, наверное, мы видим. Но ты правильно сказал, что тут такой бесконтактный пуш будет при желании. ДК подошел, один раз ударил, иллюзии отправили, змеи поставили. И у вас все герои там соло-таргет бьют, попробуй это все. Ну ладно, Магнус, понятно. Иллюзии бить может, но никто и змейки не может быстро разрушить. И они медленно, но уверенно будут сносить вышки, если это нужно. Тем временем, в лесу Дайр сейчас может состояться какое-то столкновение, если Виспер побежит. Нет, отпускают. Вот тот самый Сайленс собран уже у Наги. Опа! Лайпстилера здорово. БЗМа выкидывают. Ну вот такие киллы, безусловно, нужны. БЗМ пока удар не так здорово держит. Ну посмотри, они хотят драться, они хотят драться. И Виспер полетит. Здорово. Можно убивать. И Тини, что парижно ответили за БЗМа, УДЖИ. Они сделали два фрага. Ну, фраги очень крутые, ответный были, УДЖИ, причем мгновенные. Но я думаю, что поднягам ситуация плюс-минус равная. Интересна была попытка, кстати, УДЖИ, зацепил нагу, а если урон файта наги, а где Мане, а почему он... Тимада успевает, он не успевает, он негатил забирает для себя Мане, и еще один фраг IG камбэкный для себя находит. Отпетьте хотел, как они красиво разыграли вообще ретирование, ретировку, Мане, он мгновенно запрыгивает в JT, и то сразу же выходит на блинке. Там это сыграно было красиво, когда они в первый раз выходили. Тимада, конечно, просто не должен был так подставляться, но похвалим IG за то, что они нашли этот момент. Они пару тысяч, кстати, отыграли благодаря двум этим большим фрагам на двух самых богатых героях карты. Так, друзья, я хочу вам напомнить, что только сегодня, сегодня последний день, когда можно получить гарантированный фрибет всем пользователям VinLine до 10 тысяч рублей. Регистрируйтесь или заходите в приложение, открывайте иконки с номиналами фрибетов, и выигрыш автоматически добавится на ваш баланс. Так что не упускайте такую возможность, наслаждайтесь игрой, остальное за нами. Ну, кстати, а тем временем у нас IG находит из себя еще один фраг, Whisper, хороший станок на Синтусея. Выйти, получится али иллюзии были, не стал он им пользоваться пока что, снимет себя Тос, пытается выйти, Атосывается Виспером, и вроде как выходит. Отсюда на Синтусея смог разыграть свои опции хорошо. По итогу 6 тысяч, было 8, между прочим, за УДжи, так что IG какой-то такой легкий, но камбэк строит. Ну, молодцы, молодцы, что не бросили играть, знаешь, бывают команды, которые первая карта турнира, вроде сильно там проигрываем. Ладно, давайте быстро это сольем и пойдем играть в следующий. Мы уже говорили про важность абсолютно каждого матча, каждой отдельно взятой карты в групповой стадии, половина команд вылетит. Так, здесь нападение тем временем на Тини, Сайленс он получил, видимо, прокасовый даже выписать не сможет. Это фраг, пока размен один в один, но можно попробовать забрать и Биста, и Нага попала в РП, нажимает Слип, размен два в один в пользу команды IG, IG выигрывают эпизод. Так, так, так. Тут, правда, в них закончился эпизод, хорошая, снова увезли Бизева подальше от Мане для того, чтобы смог тот выжить, и Мане на развороте смог наказать ДК, и это третий фраг. Переагрессировали немножко УДжи, переоценили свои силы, переоценили свой урон исходящий, ну и тут, конечно, ЖТ очень классно сыграл, мгновенно, сразу же после Оркина по Мане вывозит подальше героя, который мог бы наносить дополнительный урон, и за счет этого и Мане выживает, и фраг они находят. ЖТ пока что свою команду за уши просто вытягивает из просто невозможно какой-то плохой ситуации, и они отыграли 8К. Фантастика. Просто фантастика, как все быстро у нас в этой игре изменилось. Теперь после такого ответа в исполнении ИГ, лучше, конечно, я думаю, немного ошарашены. Банально, по психологии, может ударить, вроде все контролировали, уничтожали по всем фронтам, а тут внезапно все отыграно, и вот теперь, теперь вообще не хочу никаких предиктов даже начинать говорить. Давайте просто смотреть, как это продолжится. Мне кажется, они перефорсировали на УДЖИ. Вот ты говорил, да, что им нужно забрать Рошана аккуратненько, у них, в принципе, для этого все было, а потом пойти забирать в стороны. Мы также говорили о том, что у них тривиальный заход на хайграунд, и с Рошаном, и в принципе даже и без, хотя у Джей Т проблемы, у Джей Т есть БКБ, увозит он НАГО, теперь проблемы у Тимадо, Тимадо, а есть ли РПРП на култауне, и, соответственно, забрать Тимадо не получится, хотя бы она сюда заходит, Рыж нажимает заблаговременно, скоро судебный рыч закончится, но всех уже потратил текст не туда. Тини, не самая лучшая цель, и Тимадо, ой, как красиво, так что втоснули, у нас в Сейерах Тимадо получится зацепить, и, судя по всему, получится, нет, Тимадо хорошо расходит между елок, а на Синтусе, правда, за ним в погоне, у Тимадо слип через 9 секунд, 8, 7, и он уходит. Они поняли, что не получится здесь никак забрать нагу, или получится жить, сейчас увидит день, день на дворе, Тимадо, Хиксом откидывается, не Хиксом, прошу прощения, ой, там откидывается, слипит, ТП-ауд, БКБшек нет. Ну, хотя бы выжить получилось, какой-то плюс, найдем здесь для ООГ. Посмотри, какая огромная энчантрес, мы с тобой отмечали, что если этот герой в лейт выходит, то против энчантрес становится действительно сложно играть, она наносит кучу урона, ее сложно убивать, и энчантрес, которая уступала сильно саппортом ООГ, уже вышла вперед относительно них по надворсам. А сейчас Рошан, может быть, для команды индивидуус гейминг, забирает на него очень и очень быстро, не успеем отраться до ООГ, и у нас Мане со второй жизнью. Правда, теперь находится они в такой ситуации, где, может быть, ООГ даже подумывают напасть, а Виспер заходит, Мане, уворачивается, ой, Виспер далеко пошел. Ну, какую-то ерунду сейчас делает Виспер, мне кажется, Виспер точно погибнет, вопрос, заберет ли он кого-то с собой. Лайфстилеры, да, можно забрать? Первый раз, неплохо, БЗМ без формы уже бежит за GTG, пытается улететь. Нет, нормально, нормально, все заканчивается для ООГ, они делают минус 3 и выбивают Аеги. Все-таки ресурсов было много потрачено, не все герои были флловами, минус 4 даже. Да, до минус 5 даже получается, потому что да, Аегис еще выбили. Мне нравится, что Ари Виспера типает, потому что действительно, да, началась драка и казалось, что Виспер допустил ошибку, но, как показала последующая часть, вторая половина этой драки, ошибка была, не была допущена, это действительно был хороший врыв, он на себя стянул все внимание абсолютно, в него нажали абсолютно все кнопки, включая ультимативного аппарата, и после этого для OG был полдокарбанш в этой драке. Просто на ноге туда спокойно входила Нага, на пленке влетает туда ДК, Сеп стоит, вообще не стесняясь, накручивает полноценный шакл на фул дюрейшн, и, соответственно, Мане теряет Аегис, вынужден сразу же улетать, а остальная команда его рассыпается. Очень-очень красивая читка была от OG и от Виспера в частности, как потом оказалось. Да, потом все как-то резко поменялось. команда поддержала и сделала очень много киллов. Возвращает то же преимущество, которое у них было несколько минут назад практически, но теперь эти цифры уже не кажутся какими-то страшными. На такой минуте мы видели, что Аеги и с меньшими ресурсами отыгрывали, и вполне могут сделать это еще раз. Все-таки пока Дайр вообще не приближаются к базе, а про возможность защищаться с хайграундом, мы уже упоминали Аеги с таким драфтом это могут делать довольно успешно. Да, мне кажется, что 7000 на 16-й, 18-й минуте, по-моему, было там 8000, и 7000 на 26-й это две очень разные вещи. С другой стороны, опять же, повторюсь, по крайней мере, по моему мнению, здесь лейт все же будет за командой УДжи. Там и ДК этот страшный, пускай немножко понерфленный в последнем патче, но все же очень-очень страшно. Томинага с постоянным сплитпушем, и пускай там в лобовом столкновении, понятное дело, там есть фактор РП, есть на продолжении еще и Айз Блаз от парад, одна из сильнейших ультимативных, Исин Чантрас и так далее. Может быть, в лобовом столкновении Айджи будет посильнее, но именно по макро насколько же все просто у ОУДжи, они будут просто вот так вот зажимать потихонечку противника на базе, у них два героя-иллюзиониста, потому что ДК теперь таковым и является. ДК рано или поздно сберется без крейсов Оганим, ну и играть из-за этого им будет просто банально проще. Для них находить для себя выгодные драки не так сложно, как это для Айджи. Но пока он успокоится я на карте. Пока ничего не происходит, все просто качаются. Смотри на фармбобоке. Вот как только он купил себе Мидас, с тех пор он уже купил два слота и только продолжит разгоняться. А деньги им что паришны, но это такое. Они что есть, что их нет, практически без разницы. Герой эффективен своим мультимейтом в первую очередь. Никакие деньги для этого не нужны. Технически можно, конечно, там немножко поговорить про его Аганим где-то там на 10-й и 60-й минуте. Собираешь Аганим, тебе выпадает Pirates Head, и у тебя много скорость атаки, огромный рейндж, ты просто стоишь и издалека бьешь, но согласен с тобой полностью. Мне кажется, очень правильно, что он сделал, это он купил себе шар. По-моему, за свои. Я не уверен, сто процентов может быть интерметра убили, я проморгал, но по-моему за свои купил себе шар, и этот шар, кстати, как продолжение стана, пару раз уже дал о себе знать. И вот, по сути, аппарат с своей задачей справляется, даже с кран то, что начало и стадию ленинга он провалил. Афинтасей пытается нафармить себе на БКБ, тут тени по-прежнему очень мало, его уже энчантриас догнала по фарму, но тени превращается в какую-то четверку, да? Денинг примерно столько же, и пока мы не можем говорить о тени, который будет наносить урон, пока он не покупает эти артефакты на урон. Сейчас ты герой дисплейсмента, то есть выведение противника из позиции, так же, собственно, как и Мазус. На данном моменте, на данном этапе игры, мы видим, что урона от самого лайкстиллера вроде как даже и хватает на одну цель, но цель становится все плотнее, плотнее, а лайкстиллер уплотнился по хп-шечкам, но по урону он не стал заметно больше, потому что купил себе сатаник. Тем временем внизу нам показывают баланс драконайта. Я не понимаю, почему это не было понерплено. Мне кажется, что это прям большая проблема, то что полноценная ДК, его формы работают и строение, и героев от иллюзий, хотя бы наполовину бы их порезали просто от иллюзий, да, на 30% для попорезка, но нет. так, а что здесь манэ забыл, вместе с магнусом, они рядышком, магнус нажимает, вкп и рп, кастуется, и успеют ли они хоть кого-то забрать, нет, тимада выручает своим ультимейтам, а вот теперь герой айджи будут погибать, магнус точно, если получится убить еще и лайфстиллер, это будет совсем здорово, он поживет, конечно, но буквально пару секунд, НТС решил своих поддержать, и тоже пошел подарил фраг, зачем, почему, вопрос, но... Не, ну он там все бы убил, справедливости ради, и возможно, возможно, сатаник был на лайфстиллере, возможно, он думал, что его лысида пошли вот подольше, но там сатаника сильно не хватило, для того, чтобы лысида выжил, мне показалось, что он проиграл в армлет, потому что у него был эффект микс лейра плюс эффект ДК, и вот он хотел поиграть с армлетом после включения сатаника, и очень сильно в этот армлет проиграл, но, возможно, я ошибаюсь. Ну, а теперь начинается самый настоящий пуш, ТУДЖИ, пока трех героев нет, можно попробовать сломать, ну, как минимум, Т3. Этим занимается только ДК. Стоит, казуально, разбирает два строения сразу. С другой стороны, опять же, да, у Бабок есть инчанк, я думаю, что эту опцию мы от него еще увидим, хотя бы раз, я очень надеюсь, то, что можно переманить на свою сторону вражескую иллюзию, да, и по пользоваться вражеским ДК, тоже замедление, тоже сплэш, тоже, вот этот постоянно назойливый, дэмэшку, портайм-эффект, от алдерта, конформы, хватит этого, с учетом того, что летят уже 15к, на самом деле, большой-большой вопрос, но мы уже один раз команду IG хоронили, они после этого восстали из мертвых, правда, сразу же после этого обратно залезли, но посмотрим, посмотрим, здесь еще не все так ясно, какая-то ошибка со стороны OG, какой-то хороший дисплейсмент со стороны самих IG уже, и с быстрой изоляцией и убийством какой-то одной цели, да, и ситуация может кардинально поменяться как по драке, так и по игре. Ну, кажется, как будто бы больше права на ошибку нет. 10к предлагает онлайн прямо сейчас на команду IG. Это уже очень много, было 6 до этого, пики сейчас 10. Вообще никакой веры, судя по всему, не остается. Тогда мне действительно было как-то, знаешь, более очевидно, что OG выиграет сейчас. я понимаю, что это можно перевернуть. Если у тебя постараться. Это с одной стороны, с другой стороны ДК настоялся. Ой, там еще и минус магнус, где-то просто забрали его в тройке, почему нет, надпуше его забрали. ДК настоялся, и вот они просто по трем линиям параллельно, одновременно, постоянно давят. И у противника нет опции выходить с базы, если он выходит с базы, то его наказывают, как только что произошло, джейти. Правда, что-то как-то OG не торопятся этим пользоваться, хотя вроде бы, да, отсутствие магнуса на самом деле ключевой фактор, потому что минус РП и минус Кьювер. Но нет, мы решили, что не надо, и оно им. Дальше играют очень какую-то такую консервативную, что ли, доту, да, очень безопасную доту, хотя мы могли позволить себе гораздо большего. я думаю, это как раз последствия того, как они пару раз подрались, имея большое преимущество, сейчас играют просто осторожно. Какой смысл торопиться, да? их лейт-потенциал, я думаю, полностью их устраивает. Рошана, естественно, нужно забрать. Тимадов соло с ним разбирается. То есть Тимадов Этернур Сау собирает. Просто там же такой момент, что сердце апнули, а Этернур Сау немножко порезали в 35С. И почему-то мне казалось, что вот между этими двумя предметами баланс сместится в сторону все-таки сердца, особенно на Иллюзионистах. Но Тимадов по старинке собирается через Шрауд. Я думаю, ты замечал, что как только патчи выходят, все постепенно переключаются и все еще по инерции используют предыдущие какие-то наработки. Виспер хотел ошибиться или хотел проверить, есть ли у врага там Вижн. Кстати, интересно, да? Возможно, действительно поняли, что Вижн есть, за счет того, что на себя Мьелдер нажал Лайфсиллер соблаговременно. Очень интересно такое. И очень интересная проверочка вышла, но кардинально конечно ничего по карте не меняется. По-прежнему все три линии кушатся постоянно и отвечать на них приходится постоянно. Выйти с базой сейчас для IG не представляется возможным, особенно с учетом того, что у Наки вторая жизнь. В таких ситуациях как будто нужно играть в какой-то ол-ин. чуть ли не рапиру собирает себе на гулю. Просто потому, что если ты выиграешь драку, тебе нужно просто закончить трон. у джейте находят на решение будет умирать перебежали потому что слип прожмется просто тинет выходит бабоков выходит выбирали из тогда на халяву ну там посмотри что с базы происходит снизу в миде везде бесконечные иллюзии варды шамана будет прыгает есть многовенный хекс он будет умирать по-моему лифте не отпускают полетел сюда из вас неплохой даже по 4 героем он попал но это не важно потому что гг пишет сенсей байбеков у команды айджи не имеется и первую карту себя лучший забирают причем очень уверенно за исключением буквально наверно одного момента да вот где-то в мид гейме где они подставились пару раз по магнуса когда у того появился блин это был единственный момент где казалось что айджи хоть как-то смогут комбэк я хочу похвалить и улджи за реакцию да ответную на то как они упустили в один момент игру и айджи за то что они хотя бы первый раз могли немного комбэкнуть это действительно подарила нам интригу продлила эту карту еще на несколько минут но пока у джи смотрятся действительно хорошо на драфт или здорово причем не стали знаешь изобретать что-то взяли мир дк на фп порезали да и ладно герой все еще очень сильный только что вы это все видели я думаю что дк если и перестанет панах регулярно появляться то не так сильно как многие ожидали мы покажем сравнение статистики до сих пор честно не согласен с тем как айджи подошли к этому драфту мне кажется что открыть через начат раз она была интересна да я упоминал также то что это неплохо смотрится плане того что это герой который закрывает сейчас без мастера возможно даже нужно было подумать поэтому без мастера если уж они так открылись но вот зачем кежилл энчантрас была почему в конце появился человек лайфсиллер который вроде бы смотрелся адекватно но садил команду на таймер но идти не в это конечно интересное решение она не оправданная абсолютно как показала практика возможно какой-то другой игре было бы оправданно возможно не доиграл сам нас не тусай но вот тенин меня наверно утручил в команде и же больше всего линию проиграл затем был не так эффективен из-за того что на других лайнах тоже уже начали тиммейт уступать полы в ландо тени не мог наверное эффективно как-то гангать потому что него преимущество там по уровню было совсем небольшой из прокаста он не щелкал даже саппортов мы вообще не видели ничего подобного чтобы тени в соло нашел там условного шамана убил его быстренько заработал денег и пошел дальше делами своими заниматься ничего подобного не было пытался джейти на магнусе интересно вывозить как-то но там уже слишком большое отставание было а виспер как обычно 8 418 виспер вообще по кда среди оффлейнеров я думаю за последний там год где-то в лидерах находится потому что играет на таких героях которые фраги зарабатывают большом количестве бэтрайтер да его фирменный тимбер да и много у него достаточно героев в пуле и и он агрессивно всегда действует то есть этот игрок может и в соло игры выигрывать как-то делает коллапс периодически если получает такого героя в общем за виспером внимательно следим бубоко пытался бубоко купил медас и хотя бы выровнял свой фарм это позволило продлить игру но не он здесь был ключевым и естественно не он должен был в одиночку здесь побеждать да очень сильно все уперлось именно в то что не было ответа на этот постоянно спит пуш я даже не знаю было не было не ситуация кардинально другой если бы они не завалили садил ленинга ну просто я представляю тут вы сыграли лейдинг в ничью 15 минута нога иллюзиями спит пушит дк уже там приближается потихонечку к своему своей манте там академы и так далее как кардинально с не мобильными персонажами наподобие ластера меняется ситуация в таком случае по моему мнению она никак не меняется тебе все равно постоянно сплетит тебя все равно постоянно зажимают на базе и у тебя из опции только вот эти вот какие-то пиков и и они очень ограничены в том что можешь делать а про них просто ходит и фармит даже вот когда они комплекту ли с 8 до 2000 буквально проходит полторы минуты и возвращается полностью инициатива на сторону команды ауджи даже зверя на египте даже на то что они там отыгрались просто потому что они всю карту постоянно пылесосят вот они не просто всю карту забирают себе а ты сиди на базе и смотри как тебе крипы подходят раз в полминуты это все чем ты можешь довольствоваться так в доту выиграть мне кажется не получается и даже если бы тени там был большой даже если магнус был большой даже если бы лазилир выиграл свою линию концептуально от этого подход к игре от ауджи вряд ли бы поменялся и вряд ли бы айджи смогли на это как-то ответить это уже как бы понятное дело постфактум очень легко анализировать но мне кажется что нужно просто философии немножко менять драфта именно команде из китая все-таки иногда китайские команды отличаются своей консервативностью да редко китайские команды становятся новаторами мете поэтому смотрим как будут хотя бы адаптироваться они вполне могут играть тем же самым потому что именно как исполнитель они все очень хорошие ребята в общем ждем карту под номером два пока уйдем на перерыв отдохнем несколько минут переключайтесь пока на параллельные трансляции 1 3 4 работает параллельно возможно какие-то карты прямо сейчас еще идут а мы вас будем ждать драфтами карты под номером 2 так мы возвращаемся групповая стадия самом разгаре и вторая карта матча между ул джи и айджи кого и марталис у микрофонов первая ну наверное такая разминочная была ул джи мы похвалили айджи надеемся на драфт просто получше и надеемся что просто более конкурентоспособный получится вторая карта интрига может быть какая-то появится пока ул джи смотрятся действительно очень здорово помнишь да коэффициенты в начале нам показали после драфтов айджи даже фаворитом шли с небольшим но преимуществом интересно как будет теперь аналогичной ситуации справедливости ради я я бы тоже я лично считал их немножко фаворитами именно в данном противстане с точки зрения исполнения драфты мне показались тоже играбельными в начале игры но при условии что не так сильно закидывается начало он там слишком я понимаю что дк против тени там стоит хорошо я понимаю что аппарат на линии против агрессивных саппорта агрессивного саппорта в виде хумик тоже смотрится плохо но идейно они не должны были проигрывать там около пяти тысяч на минуте десятой если бы они поставили были не поинтереснее то возможно и драфт их не казался настолько бездей но поэтому мы имеем то что имеем на тени себя не раскрыл аппарат себя может порас раскрыл джейки очень хорошо на магнусе отыграл по итогу но этого оказалось недостаточно вокруг него попытались построить камбэк не вышло на второй карте будем надеяться что действительно будут какие-то адаптации может с точки зрения есть не брать в учет а именно начало игры то вроде все было неплохо но вы друг и друзьям напомню что во время дремниг сезон 22 милайн проводит розыгрыш которым вы можете выиграть крутейшие призы для части урожа нужно сделать три вещи сделать три ставки на дремниг 20 а подписаться на канал милайн sports и оставить свой милайн айти комментарии под постом с розыгрышем итоги вы узнаете тиром канале милайн sports на старались игрой остальное за венлайн нам и наверное уже можем даже потихонечку переходить к драфтам и кунка слушай его забанить просто теперь он прошел но снова дк снова дк в самом начале у джи не собираются от него отказываться а смысл да какой смысл вообще от дк отказываться когда герой по-прежнему сильный когда вы только что с ним победили поэтому на и джи будут искать какие-то другие варианты как его закончить батрайдер тоже в бане но это еще понятно что герой хороший так еще и виспер на нем великолепен вообще два героя виспера в бану шли на которых он регулярно играет интересно ком будет в этот раз выступать а вот лучше обращаем внимание забанили просто трех спорта причем те же самые саппорта что просто раз вот тоже шашу демон грим строук ли он контроль и 2 сейвера потенциально данные я вот не знаю возможно при таких открывающих бана стороны противника имело смысл в первый фаль забрать кого-то саппорта ай джи я не верю там играет глубокий на худо винки играя судя по всему вот и своровали и себе забрали хорошего оставшись саппортом и primal beast бан ушел значит виспер нам покажет кого-то другого я думаю саппорта сейчас нужно хотя бы 1 убрать просто их осталось не так много по ним до прям прошлись хорошо то есть ли он супер метовый там супер метовый текис даже в какой-то мере когда начал подниматься до грим строк что-то демон взяли пока что феникса среди феникс хорошо мне феникс очень нравится кунг и бьет очень медленно худинг вообще один из самых медленно атакующих героев в игре просто нужны атак тайм вроде как 1 и 9 может быть даже больше так что даже если ты и шмотки соберешь на скорость таки все равно яйцо убивать будет сложно но есть еще опции там если расслабка т.д. и т.п. просто феникс такой герой под которого приходится подстраиваться ты не можешь игнорировать наличие суперновы это заставляет возможно свой драфт ломать который ты запланировал и брать героя который которого может быть ты не хотел взять но хотя бы будет эффективен против феникса эту проблему можно решать разными способами можно через саппортов это делать можно искать какого-то кири который ломает супернову но в любом случае с ней придется считаться сразу вспоминаю да вот как раз на даче финале мирана да у нас всплыло много и этом в последнее время стала последние дни умер она всегда считала кирам неплохим против феникса но здесь уже нет какой-то комбинации под нее пока просто сларк ну это же керри прям хорошие метров и до рабочий почему почему они просто просто раз изобрели лайфтитера и забыли про сларка сюда же почему бы и нет сразу забрать макнуса пока что смотрится вполне себе адекватно да понятное дело что вам четыре героя из них сларк только может быть как-то такое яйцо расковыряет но нас так как он делает это очень-очень быстро не нас так как он просто от этого яйца у вернется так фактом и спрячет свою команду в депш раут либо сам идет еще что у него опций например феникса достаточно ну и магнус джетина показывал как он играет на нем здесь него во-первых саппорт будет наверно чуточку по агрессивнее поинтереснее в лицах удовольствием с которым комбинироваться будет проще а ну и помимо этого у него еще и керри будет который за счет им пауэра будет наносить колоссальное количество урона но пока сна . оба окей но это против феникса да это вот исключительно мне кажется против феникса так-то герой немедовый нынче ну допустим хорошо скорее всего это снег пятерка просто ну мне ставка 5 худлинг 4 нравится больше чем снег к 4 худлинг 5 снег как кор на мид не отменить получится на сложную но сложную и чисто стоять на линии 2 ренджа ковырять кого-нибудь ну не знаю экзотика такая я так придумываю чтобы повеселее было так саппорта есть у джи но видимо сейчас герой для виспера появится потому что иначе перебанят с керри потом разберутся а что супер для виспера осталось такого и прям интересно но я как бы я понимаю что там какой-то бестмастер я его там форшу просто потому что пропали оверлорд но нет пока не нагружили дать вообще пока не задумывается про герой для виспера но нога пусть будет нужно подумать насчет героя для виспера я просмотрю чего он играет им играет легионка портфельска не хочется играет на кенталке сну или это и на последнее время на там последней неделе а что он там в павликах наигрывал вайпер есть у него такой вот интересный который здесь смотрится может быть даже и неплохо но не знаю вообще не люблю вайпера если честно я хейтер этого героя брю мастера у него есть кто хорошо стоит линию против сладкова так чтобы точно не проиграть еще лучше даже доминировать на линии что ты идешь с милишником и вот вы должны два милишника как-то справляться со сладком нет просто короче свайпер объясним против сладко именно непосредственно потому что когда ты собираешь на вайпере аганим у тебя становится сильнее коррозив хейтс а он сразу начинает бить по очень много фишка старков том что он себя диспалит эффекты а причем делает это там по моему 20 раз за но используя торпак то просто очень быстро много раз на себя снимает соответственно когда он с рядом с вайпером если ночи нажимать торпак а он на него начинает работать коррозив скин мгновенно снимая старпак там и снова начинает прокать то есть 20 раз он получает эти вот по моему 140 урона очень быстро просто мгновенно от вайпера и вот в этом плане именно с точки зрения механики вайп флага смотрится очень забавно я не верю что мы 140 урон подкрыть уменьши скорее всего пригнулся розык есть запомнить лантами может быть до 140 ну в общем идейно против старка мне вайпер нравится и он как раз подходит под твое описание героя который ранжевик который выигрывает него линия ладно давай теперь к более интересной теме почему банк зевса это вообще что куда вообще-то не на всех хороших ноги технически они думают что кунка оффлейн и мидера не хватает команде g2 айджи ну кстати оффлейн кунка худвинг тоже смотрится убедительно против ноги но это опять же два нюкера да которые постоянно бьют и феникс у него просто мало кнопок чтобы как-то размениваться вообще очень пассивная линия получается у джи легкая и в этот раз айджи как раз на своей сложной должны наверное доминировать если туда пойдет кунка чем неважно с кем ходится снапфайр худвинг и так так будет нормально там оффлейн разобанены с другой стороны мне кажется кунка и но и на мид может против дк пойти не так чтобы прям идеально но хорошо здесь опции много тем более закрывай что у джи то они могут подстроиться ну не знаю дп вайпер ничего себе ну что будет вижу создавать пока нога качается линия тени бристалл бэк у нас судя по всему намечается и там просто котл так надо кстати посмотреть кто на ком будет играть потому что самый простой да ик снова вот уже сел ступайр манай понятно дальше ну я думаю что да с будет играть на котле но просто котл сложно это вообще прям что-то новое было бы наверное тройка худвинг тоже ой не знаю я не знаю вот честно последние два пика что становится такой стороны меня вот немножко в конфуз и я не совсем понимаю смысла киберозлайта в данной ситуации не совсем понимаю власт пик быстро бека тоже вроде как герои же не бафали я и не скажу что там ладно сидера сейчас очень плохой ну да вот начнем с азов собрать сейчас действительно очень плохой предмет просто потому что он дает много урона много скоростаки на чего больше не дает но и все таки несмотря на это коэффициент у нас на у джи 172 и 2.10 на g2 айтши фаворитом считается полив не научиться на после первой карты здесь я полностью согласен но сказал да не нравится все не два пика и что с другой стороны котл не нравится меньше а мне наоборот мне кстати бристалбек более симпатичен я не знаю я просто люблю как играет виспер в доту и мне кажется что он примерно представляет что нужно делать не просто так этот герой пикается я уверен там пообщались обсудили и это осознанный пик не просто так лишь бы что-то взять потому что виспер знаешь всех забанили больше ни на ком не умею берем однокнопочного героя нет сомневаюсь подобное обсуждение были в драку поэтому удачи команда в любом случае надеемся что эта карта получится повеселее 01 вы видите счет в этой серии последняя карта в этой серии я кстати вообще не смотрел результаты параллельных матчей а потом сюрприз я сделаю когда все результаты параллельно расклады какие-то обсуждать перед следующими матчами но прямо сейчас у нас карта стартовала смаках большая часть героев айджи и пока пока все о так на на варде увидели у нас тут где находится ари но вряд ли стачка на здесь получится не знаю вот соответственно согласен по поводу приступа когда как вы виспер а агрессивный игрок крыс иные герои хорошо вместе стакаются но проблема же в том что это я правильно понимаю что он сейчас вам придется пластинником или он с филипс по приходит средником ну то есть они два милишника будет стоять сейчас против снэпки который герой универсальный и достаточно неплохо сукина стреливает и славка которые милишника в принципе до пленого уровня даже такого представлять может покусать я вот за это немножко боюсь ну кажется что это и другое бред какой-то да отвыкли мы от таких линий но есть реально тени бристалбек совсем это бы не смотрится на них никак не комбинируются я просто не могу там сказать себя скомбинировать и это при при условии того что у бабки на такой линии должно быть очень много маны за счет да вот он купил себе стики уже и соответственно скатарблаз который является одним из сильнейших нюков с прокачкой особенно особенно если в упор он дается скатарблаз может давать чуть ли не по кулдауну в таких условиях и более того герои очень плотный снэппайр я понимаю что не достаточно потому чтобы размениваться там с ари на руках но достаточно плотный для того чтобы не умирать так умирал а в предыдущей карте ас аппарат но манэ вначале точно будет себя поувереннее чувствовать саппорт у него сильный в этот раз он против двух милишников там пассив качал и с той себе набивая стаки напрягая постоянно соперника безъем получил тип 1 сентусея интересно с чем это было связано а но вообще пока что пока что я так смотрю по крипстату у безъема не так чтобы все идеально действительно у котла смотрится все очень хорошо хорошую был так уж катарблаз по двоим но и маны как бы понятное дело да мы видим что у их снова очень много уставка мусор не тратит манов целом это линии не знаю мне кажется что имид мы видим до что котл бритвы внизу должно быть все нормально усларка хотя пока что не похоже на это и вверху должно быть все нормальный ойджи то есть одна линия выигрышная и 2 в сведенные как минимум в ничью возможно даже с небольшим преимуществом сказал я монет тем временем выпрыгивает от оболончает счет этого и выживает потому что слове он там стан возможно были бы проблемы я думаю дк не будет много уступать котло все-таки это тот герой который может там иллюмины и просто в лицо ловить потому что быстро восстановится соответственно будет постоянно крипам подходить добивать их все все нормально будет взаима у виспера заканчивается мана если напрягать хочется регулярно то нужно как-то подумать о ее восстановлении что дабл фыркнул нас виспер очень много хп просадил вообще-то курини как будто пощение можно было до задуматься взять себе дополнительный ring of protection даже на той же самой бабки просто того чтобы был для того чтобы ты не страдал или может быть кстати он тебе вполне возможно соберет в рейсбэн тоже интересно будет идея потому что герой не бросал бы пункт на то когда на линии дополнительный армор на линию вообще было бы идеально от нас атака пошла по себе себя полететь может улетает он спокойно и дает вам время для того чтобы озвучить рубрику раскопали отношения персонала партнера туда 2.ru жду айджи на учи team secret и тем не петт единственные участники дремник под номером стопах которым своих матчах удалось использовать абсолютно все кранажей существующих в доте 2 ну да это теги которые которым уже много-много лет это теги которые существуют ну айджи 2 брали уже из 6 момента вообще до ликвид 1 этап тоже играют короче логично что в принципе коллективы которые а за свою историю очень долгую всеми героями дайте успели поиграть ну да она тут такая выборка я так понимаю для вся история было бы странно если например какие-нибудь гладиатор успели использовать всех персонажей которые на фоне айджи дети еще до посмотреть дате создания тега допустим те же героик первый турнир не первое возможно сколько героев использовали 8 до знаешь мы с тобой вот как бы тут общаемся а внесут ситуацию славка плачевная что-то я или переоценил пик снова с манэ либо недоценил дабл мили линию учет у виспера с али проблем гораздо меньше чем я ожидал ты виспера просто недооцениваешь возможно кстати вполне возможно области виспера сейчас мог ошибиться теоретически подставившись под крипа с брейком на 5 секунд но не ошибается судя по всему манная вынужден выпрыгивать и снова скил и отдаются для того чтобы выйти из плохой ситуации а не для того чтобы создать игровой момент в себе на пользу я вот смотрю как ресурсы получается распределять висперу вроде смотришь у него всегда лоу мана но он умудряется постоянно напряжением дать держать вражеских героев постоянно у них там лоу хп и как-то мана приезжает стики где-то еще что-то в общем-то пока хватает и чем дальше тем лучше я боялся наверное именно за старт то есть за первые два уровня когда есть проблемки и пока бристалбек вообще угрозы никакой не представляет но чем дальше тем ему проще а сларку напротив тут разница между героями ну в пользу бристалбека будет расти особенно на уровне 5 уж тем более на уровне 6 и он судя по всему будет получать быстрее эти уровни посмотри их снова четвертый взял а вот сларк тоже взял окей а там даже по лицу мане видно что он сейчас я на получает не так много удовольствий еще и перетяжка а вниз у нас кто пришел пришел у нас вниз феникс но на синтеза и тоже на позиции стп он сюда пришел и арии становится под ударом хорошей пулки выбирать сларк и на синтеза и забирать для себя фб на шестой почти минуте правда теряна роте безем работает по старту парку больно мы на 5 отсюда выйти можно себя все снять феник замедление сразу тоже снялось и мане отсюда вроде как выходит без особых проблем мне кажется цель неправильная была только что для атаки не маны нужно было пытаться убивать их снова если фраг прям хотели сделать раз уж дк стянулся сладко забрать было чуть посложнее ну да ладно пока у нас только первый фраг уже седьмая минута идет на прошлой карте фрагов было значительно больше но здесь такая линия нижняя она все-таки про то чтобы переиграть друг друга но не убить потому что потенциал убийства бресталбека все равно достаточно низкий из под него всегда можно постараться выбежать а бланила это масса и нет там просто можно было сбить пролетающий пролетающего пеникса но не получилось здесь с тобой согласен в то что нижняя линия не такая да вот скажем так агрессивно не становится другой стороны но по ощущениям вот опять же должны были быть какие-то дополнительные опции таки ой джи и снова кстати интересные вещи тела ед идет за вражеской рунной мудрости он не сможет забрать параллельно с этим на руне мудрости со стороны ай джи никто не показался ари пытается 2 снова их снова хорошо припрыгивать елкин там уже виспер и снова понят дела туда никуда не уходит ты пони начитаешь там тебе собьют и мгновенно но я думаю что со своей задачей он справился особенно того что параллель этим себя забрали на верхней линии он еще и нейтралом заденайлся красавчик сильно это действительно сильно и в топе вышка уже упала но там нога принципе свалила слайна греха подальше и у нее действительно очень плохой старт сларка тоже плохой старт на пока в общем играют все кроме керри про них забываем на ближайшие минуты необходимо качаться мне кажется все таки установится ситуация более удобный что ли ну потому что он что сейчас получит да и ну как его прогонит отсюда виспер как бы он не старался если мы не совершать глубь грубых ошибок с ларк просто там получая два три спрея отходит аккуратненько влезь восполняет себе ресурсы а у виспером она не бесконечная и даже несмотря на то что да он там хорошо оставил линию у него нет ворс на 600 всего лишь больше потому что он себе вы должен постоянно подкать расходники весел зарядом у нтс против дк против гристалл дка действительно круто вот сейчас попытка убить дк бзм огромное количество урона получает все пытается каким-то образом ему помочь но хотя бы разменяться бы секс новой судя по всему да получается конечно лил шредера так снова и которым он пытается прострелить дк первый уровень для шедера против тк седьмого уровня это выглядело очень забавно потому что он стреляет а ничего не происходит у нас и кстати дальше уйдет в агрессию замечательно не ари ари откидывается валанча в сторону по боке но отсюда он будет дело никуда не уйдет и два фрага на центральной линии до себя оформляет айджи еще паралит этим внизу джейди с перетяжкой помогает забрать виспера своему старку вот это хорошее начало вот айджи да полностью справились за старт предыдущей карты теперь уже они доминируют ведут конечно не так много но учитывая что дк все-таки герой который любит поддерживать хороший темп самого начала который сейчас уступает и у вас получается три кора которым нужны деньги вам нужно каким-то образом разделить карту и желательно еще не умирать и сейчас айджи даже вчетвером спокойно могут двигаться без сларка интересно как у джи будут действовать в эти минуты кажется что избегать драк было бы неплохо у них не получается крак карту открыть немножко для своей наги вот с одной стороны забрали тавр у нас и ли тут день на сверху а с другой стороны как бы ставор как стал как и стоит у нас небольшая стычка по беззему снова атака и уже даже концерт этого подпросили в сторону а команда айджи но хороший развод отаре потенциально ставится супернова бизя все-таки погибает смогу же не сломать яйцо получается у нас на своей последней тычкой это сделать и ари тоже будет умирать потому что их снова нас убийство яйца получаешь 6 уровень и просто зацеловывает теника все бы еще на чужой базе супернову поставил под пять героев вплотную как-то не особо удачно получилось ну и дк там в любом случае уже умирал если бы дк еще какое-то время пожил может быть за станет еще кого-то могла супернова простоять чуть подольше но все равно ее пробивали первый уровень это делать довольно легко больше двух тысяч в пользу айджи уже делают только один фраг за 11 минут и пока нет никаких предпосылок что эти фраги появятся в ближайшем будущем у них я не вижу чем им атаковать вот в этом небольшая проблема у них пока у тени не появляется блинки люди как они появятся блин именно с инициации небольшие проблемки у куки классный фигбай очень нравится не думаю что действительно будет собирать рапиру но посмотрим посмотрим идти собрал себе пока что два брейсера и ничего более может пожалуйста дк посмотреть как близок он к блинку и собирается ли драгонайт вообще блин собирать до собирается 400 монет не остается вот мне кажется вот эти четыре монета то ключевые для сейчас для уже потому что с появлением этих денег у них появится опция атаки ну да и бресталбек там будет приближаться каким-то хорошим стартовым артефактом вот-вот и вдвоем они плюс при поддержке саппортов могут искать киллы принципе насларка наверное сейчас можно забить они просто не найдут а вот со всеми остальными справляться можно ну и в первую очередь это возможность самого котла попытаться зацепить который стоит обычно далеко без блинка до него никто не добирается котл бегает быстро но если ты у него на голове со встаном то скорее всего он уже никуда от тебя не убежит правда здесь есть опция разворота всегда что может быть большой большой проблемой вы слабила к тем временем пошел по твоему немножко ста кидался себе денег дал день кому денег у которой стакал все это дело а тем временем айджи выходят на центр там они заметят кого заметят все бассе походит на кроссдайве и вроде как отсюда полностью сможет выйти без потери жизни время было потрачено немного команда эйджи что конечно же уже на руку и там еще три героя со спины приходят конечно безумно сложно висперы здесь будет но можно вышку это попробовать забрать раз уж вся команда здесь параллельно там щите не прогоняют перу на может дождаться на преимущество не растет практически либо растет очень медленно уже все равно немного заморозили пока игру но у меня так ощущение что мне что уже устраивает претензии блин к безем прыгать находит кого находится на фарс на фаре должны отдавать без проблем а хотя старт не считает их снова кстати там очень долго жил успел откинуться куки и будет умирать сеп нет он будет умирать только после использования суперновой да как на себя внимание но нет это никак не меняет ситуацию что безем тоже поставляется по старкам нажимать стики живет пока что безем ух пытается выйти неужели у него получится нет на кресте возвращают и манэ погибает первым зем выживает потому что его прикрывает своим телом виспер и по итогу размен 2 в 1 в огромный плюс для команда у джи потому что не забрали с ларка да на тонкого здесь было сыграно конечно бы заем чуть не отъехал минус 2 неплохо учитывая как все изначально начиналось ноги здесь с командой не было если была еще нога можно было убивать гораздо больше героев много подошла совсем поздно виспер в лесу продолжает качаться аганим вот-вот будет и тогда пойдет игра у бреста бога там и формить можно быстрее и соответственно ты в драку входишь тоже лучше и вот да действительно тот самый ключевый blink появился и сразу же была атака у тут же результативная манэ а он купил себе мэйч лэйр это предмет который немножко про нефили но в целом он по моему даже больше урона по секунду вносим просто длится не так долго но как мы видим этого урона пока что по безелу не хватает атака по арии я думаю что тени отсюда не уходит мне нравится приоритет что они не ситяются тратить много ресурсов на арии просто потому что это ведь действительно того стоит пока нет длинка пути не придется инициировать исключительно дк продолжают в этой области находиться герои и джи рейдинге 1 до купился бюджете против ноги хорошо какая никакая но аура не знаю вот они понерфили влад мир сдавать теперь он не дает так много брони на команду то есть саму герой который собрал от мир создается столько же как рай как и раньше она на команду теперь намного меньше и вот это изменение стена очень спорная по моим ощущениям что мне нравится до центре проблемы у x новый казалось что где вода на самом деле проблему их снова скорее всего его цепляют на insnayr и отсюда он уйти вряд ли сможет виспер у него садится и виспер уже не прощает виспера пошел крест будет какая-то попытка зацепить его полноценно вроде когда ой хороший брэк и слип использован совершенно другом месте тимада пытается брать на синтусе у него все это получится и доминейте к себе забирает по итогу размен то все таки получился неплохим для инвитус гейминг казалось что возможно ошибка была стороны тимада но нет он просто разменял двух героев причем остался в плюсе ари выйдет ли отсюда нет куда его замечают моно снимает себя стан и будет догадать истини получит еще немножко денег и по моему еще получится так любом случае уже отыграли немного после этой драки то что котла забрали это здорово для них нога уже топ-1 от ворса да пока видно что против хутбин гристалл бэк ну регулярно получают ультимейт соответственно уже не такой бессмертный но выровнялась игра у нас сильно выровнялась уже не смотрим на количество фрагов смотрим на золото по xp я тоже думаю там небольшое преимущество будет у айджи насколько устраивает паритет айджи просто мне кажется что вот если на войти или против ноги выходить влеть не очень хочется по наставке ты влить принципе выходишь вполне себе адекватно особенно того что на висбр у права есть надо кау принципу права есть а и на ногу в целом тоже она как вы имеется потому что у тебя путник собирает на форум а есть на сайт с количеством на большое количество магического урона и помимо этого еще и пункта сратика ну не знаю я просмотрю и вижу справа три керри потенциально много одного из этих керри грызет кстати грызет вполне себе неплохо всю бану выжиг не дал ноги вообще ничего нажать и надо действительно погибает септ на тп пытается выйти манэп промахивается вернее не проекция на просто не угадывает куда именно ушел феникс правда тем временем у висбра проблемы по бога тратил свой ультимативную да даже без нее справились хотя пускай и ценой вообще половины здоровья на мидере манэ замечает безе ма сбить нечем опять же слишком потрапился он по-моему с паунсом она вообще как паунс от него были не самыми лучшими последний парочка но бывает хорошая карта под пока мне очень нравится то что я вижу очень сложно здесь прогнозировать до победителя смотришь вроде действовать преимущественно но на какое-то небольшое на практически не растет любая хорошая драка атака в котла например в начале тимфайта и вот уже уже камбэкают смотрим дали кажется мне кажется от тени и его блинка тоже сейчас многое зависит потому что если у тебя не появляется blink это что-то позволяет делать это у него 200 мне до 150 а это позволяет д.к. выбирать более приоритет на цели они они ворваться по 1 но блин пути не немножко откладывается пашка успели и понятно дело сюда он никуда уже не уходит все на кресте на кресте он просто посидит но тем временем дорогие друзья напомню всем что сегодня 25 я только сегодня у вас есть возможность получить гарантированный дебет до 10 тысяч рублей регистрируйтесь на венлайн или заходите приложение если уже с нами открывайте и код номиналовым предметом и выигрыш автоматически добавится на ваш баланс наслажайтесь игрой а остальное за нами я собирает это у него слушая может быть реально было стонда как часто такое видишь по моему я никогда такого не видел но я считаю понять просто в чем такой смысл пока я пытаюсь это понять у нас атака была по их снова век снова фу вы при этом остался тема да даже т.п. начать не может только пас креста он это сделает получится ли сбить нет слишком далеко по блока зашел или возможно рейджи не хватал для того чтобы кинуть и хорошо и спешбакл и по итогу отсюда все таки тимада смог уйти забавно дать им ада опять решил напасть убить саппорта быстренько вот такое же получалось но тут внезапно оказалось пять героев вокруг него и естественно пришлось улетать в этот момент другие кора уже немного пофармили айджи хотят наверное поискать еще киллов еще каких-то сражений но уже грамотно это избегают правильно делают сейчас они наверное послабее где поменял кибает с вакторин видимо прокликивал быстро между пластоном ну то есть то что собирается из рабов я не знаю просто было бы интересно посмотреть там же и диска шарда большой больше становится и плане лайком ты сильнее расталкиваешь потенциально но пока пока все по дефолту тут у нас атака на безема потенциально безем блин ком не стал воспользоваться паунс не законнектился старт пока что живет хватило как же его сдуло то слишком умер от него и снова скорее все тоже будет умирать думал прячься свой тиммейта зря он это думал потому что тебя на голове безе и будет умирать вы скорее всего потолк скорее всего после этого будет умирать еще и джейте до в размин на виспера но джейте еще выживет он крепкий он там с радиком подходит феникс хотя втроем наверное нужно забирать и кунку какой кошмар сейчас в исполнении айджи и это все было без ноги это все было без худлинг мне кажется в первую очередь потому что не пробили дк да вот бабок был на позиции где он забирал руну мудрости причем свою начнем с этого и не хватило вот этого мгновенного урона не хватило брейка против дк не против виспера и мгновенно до буквально за одну драку айджи все свое преимущество сливает у монексте снова паунс почему-то не вышел хотя в это рассказала что должен был попасть посмотри как дк комбэкнул как низко он был в таблице сейчас он уже догоняет котла и посмотри как низко сларк теперь относительно ноги но все-таки скорость фарма плюс пара лишних смертей которые были у сларка они отбрасывают его далеко назад и теперь придется догонять вот в один миг все перевернулась эта драка действительно выводит вперед а у джи с нее 7 12 получил они же когда конкурс забрали да он был неподалеку прожигал его своим лазером и по итогу теперь и суперновый будет продавляться чуточку сложнее да их снова как бы есть но к вопросу почему блин кстати не важен потому что это позволяет ему допустим он врывается по какой-то цели замечают за счет этого где находится с на фар и по ней уже прыгает т.к. и таким образом ты протокишь яйцо ты нападаешь на саппорта и очень много хороших вещей для твоей команды происходит просто потому что у тени появляется блин хотя вот айджи не сильно ситяются они продолжают играть стараются примере первым номером замечают где находится все судя по их передвижением но конечно хотелось бы найти ногу больше найдут т.к. не найдут т.к. сняли вард сняли сэнтри и просто раз тп шеврится так посмотри как там глубоко феникс сейчас находится улетает и все и снова фарм пошел ну посмотри просто 3 керри 3 керри которые все втроем в топ-4 там топ-5 по нетворцу и они растут они продолжают расти все таки ну каким бы котл не был хорошим героем мне кажется что на фоне того же дк он все равно просто уступает поздней игре сколько бы и каких бы он фактов не набрал и теперь нажимает bkb и моно уже не может так легко с ним сражаться и моно сейчас вообще может погибнуть он спрятался в ультимейт моно пытается сбежать но отпускают пока отпускают но не отпускают хубин и котла тоже поймали вот это уже будет большущая потеря нтс пытается все свои скиллы разбросать перед тем как уйти но не получится не получится и супернова ставится бежать необходимо команде айджи как мне кажется нет они продолжают сражаться взрывается супернова можно убивать и сларка и кунку и всего при стал бэка всего лишь при стал бэка теряют уже в размен на трех вражеских героев среди которых два кора бубока также может здесь погибнуть если увидят за нашей баре ну и 4 в один будет teamfight 4 в один в итоге котл выжил на которого в определенный момент драки атака пошла но это все уже неважно уже опять громят своих соперников вот здесь логику разворота за стороны айджи я не очень понял да там сар восстановил свои ресурсы но там поставили супернову и в этот момент сразу же была сдута snap fire вот она успела по мысли шедера она успела бы нажать и выдала одну тычку после этого она просто отправилась таверну ария байбекается его тп что насчитывается полгода у нее кстати это 4 в 1 получится размер даже 5 в 1 потому что был дайбек стороны худвинг и вот они словили супернову причем старт даже не задоджил стану суперновы он простоял полноценно в нем потому что поторопился с дарк пак там кунка его баф корабля к тому моменту когда уже шла драка начинал спадывать то есть они получали тот урон который недополучили изначально и обычно кунка как бы герой который банит команду противника для того чтобы они его атаковали и за счет того что откладывать урон получает преимущество в драке здесь же он получил и получилось так что он заплатил свою собственную команду на эту драку и в один момент они хп не досчитались и будет оставаться у нас теперь аеги с команде og сюда никак айджи не успевают айджи сунаги неужели айджи не развернуться нужно нужно бежать отсюда бэзэм у него и форма есть и блинки есть он прыгает и он прыгает на саппорта которого в одиночку вообще может забрать без каких-либо проблем да там мека прожимается попытка развернуться и забрать дк тини как здорово цепляет двух саппортов одного добили бубока тоже страдает бэзэм все-таки погиб где там нага почему она задержалась почему она так медленно фишит команде пока один в один кстати на удивление согласен с тобой что надо в этот момент как будто да немножко он испугался лишь не вадут с манэ когда важно он не право как за паузом находят ари ария будет умирать правда нога цитапит слип на сларк а вы с виспером посмотрели сладко подумали решили что нет но его и правильно по моему подумали star 2 пауза недостаточно есть замедление через диффуз еще и сверху дает холостом но весь про это никак не станет он отсюда вроде как выходит хотя манэ нет ему восполняют его снова кулдауны далеко ли недалеко не пошел манэ судя по всему нет за одним команда но не стали не стали не идти под 2 к противнику мне кажется уже все-таки не доиграли этот эпизод после рошана да если в общем и целом смотреть приходит нога слип нажимается и вы атакуете уже не просто саппорта какого-то вы можете дойти до котла например пануть его и дка так хотя бы один брошенный не будет так получилось он прыгнул вроде все нормально началось а потом оказалось что поддержка задерживается как итог два фрага и пару тысяч отыгранной команды и g это немножко потеряли да уже немножко айджи смогут поформить из ключевых шмоток которые появятся ближайшее время пока что не знаю уже идти вынужден нажимать пока п я будет на туда растопашиваться я думаю без особых проблем и сделает это прежде не себе дал не себе дал и вернется к себе на базу а что появилось появился догон с прошлой драки у котла и вот и такого крупного больше ничего не вижу снова грифсы себе хочет грифсы появились полноценные это та самая неплохая аура против физики которые в целом может где-то за решать а брису купил себе бит интересно насколько это будет решать 5 минут еще максимум все равно наберут наберут героя лучше так у нас теперь коэффициент ладно обсудим чуть попозже потому что драка началась попытка зафокусить на гу которая есть аегис ну даже если получится и худвинг потратила свой ультимейт и возможно это было зря потому что есть цели поинтереснее да егис выбили но на года появится снова у нее ультимейт в наличии а вот бобоко уже в таверне мане набивает стаки супернова ставится подальше чтобы никто ее вообще не било сейчас надо вовремя все там скомбинировать тимада очень больно тимада очень больно тимада но он живет он живет вообще больше пока никто не погиб сларк получает стан вот сейчас его побьют и сларк очень сложно отсюда выбраться его вся команда уже окружила и минус 2 делаю тот же это еще не конец джейте вынужден нажимать бкб и просто улетать отсюда это все что он может сделать манн манн вот мне кажется немножко разочаровал в этом моменте потому что агрессивный паунт спуск по ноги да я понимаю он там покусал ее раз 10-15 наверно у него очень много стаков было он был очень при броне у него было очень много урона скорость атаки и так далее и тому подобное на проблема в том что у него на момент когда он прыгал второй раз за ногой после ее аегиса после сна уже у него был последний заряд хаоса личном си минус у него был последний заряд если я правильно помню двери уже был потрачен ультимативный и был потратен дэпс раут то есть у него и защитных опций не было ничего даже так факта и он в этой ситуации прыгает на вражеского керри которого до этого кусал секунд двадцать наверно того чтобы убить в первый раз ну в общем диссисион мэйкик со стороны мане со стороны керри айджи здесь немножко был спорный и опять же до 13к у нас вырисовывается для учить да асларк проигрывает наги уже полтора артефакта скоро в два раза уже будет по натворцу уступать такими темпами нужно что-то менять в точном порядке ну и наверное право на ошибку практически не остается у айджи буквально одна драка проиграна там же двадцатка будет а герою уже тоже вполне себе с ним плохо пушат тут просто вместо шамана большущий брестлбэк который подойдет руками если нужно поковыряет и как бы та же самая опция да если у тебя есть темп то ты просто зажимаешь противника на базе до дыка немножко на старте игры подпросил но он уже снова в топ-2 да нага там немножко пострадала побегала потеряла рано тавер но опять же это топовый на форс сейчас на карте и вот эти вот опции про которые мы говорили где можно играть в постоянный спидпуш они уже в наличии более того они на смоках находят кого находит в боку как-то хорошо задолжил стан ну там слишком много всего в него полетело для того чтобы здесь выжить хотя дэпс раут его временно спасает ненадолго корабль правда коннектится у нас по ари ари боль назар пытается сгрызть но сон и сон можно заставить под супер ногу отжимаете по моему вовремя все это было сделано манэ правда каким-то образом оказался мне стана но он слишком много урона получает бежен просто выходить из драки и жить и не остается он смог улететь на тп через бкб и манэ кстати тоже забежал на базу но безъем за ним в погоню безъем гонит под т-4 стан выписывается корабль вернее корабль полетел дракон вперед а его котла что ари и не было корабля того чтобы засейвить с ларка по итогу гг пишут на секс снова и за 35 и за 32 минуты у джи эту карту для себя забирают полноценную эту серию нужно конечно и последний team fight обсудим в котором почему-то в принципе оказались айджи но продайте вы худвинг вас худвинг важнейший герой который должен выписать свой тимой да хотя бы по одному из этих крепышей видит к и при столбека но они решили ввязаться в этот тимфайт итоге подставились под комбинацию оценили импакт котла на этом этапе игры вот дк до который сильно проиграл мид который по итогу камбэкал ну я не знаю я вот до сих пор не уверен насколько да котел был хорош нехорош я согласен с тем что дк в целом на том этапе игры на котором мы наблюдали то уже серию а он действительно будет сильнее но просто мне показалось что там немножко сборочки были такие спорные в какой-то момент со стороны команды айджи где-то манне не доиграл вернее не где-то а вот несколько прям таких грубых было с его стороны ошибок паунсы которые не попадали по целям когда можно было забирать фраги допустим один из них был патимада который смог из-за этого роста пишется паунса которые были не нужны когда он прыгал драку в которой не должен был заходить в общем это все очень сильно повлияло на то как команда вынуждена была играть вокруг него и ну тут слишком много было ставки над сделано именно на мане нас не за как раз таки под него играл ты на котле хорошо восстанавливаешь ему паунсы удар пак ты хорошо восстанавливаешь ему даже дэпс шауп кулдауны но этого оказалось недостаточно наверное отчасти потому что ну игрок просто не справился с управлением чуть-чуть я не думаю что это будет расценено как хейт ни в коем случае нет мане уважаемый игрок да но он действительно не доиграл в этой игре мне кажется что просто драка случилась поворотная вон та снизу где худвин просто не участвовала вас бресталбэк там лох п бегает дк лох п бегает в итоге еще там два стана на десяти процентах здоровья успевает выписать вследствие чего в том числе погиб сларк будь там худвинг драка могла быть вообще выиграна и в таком случае не камбэкнули бы айджи и могли бы вообще даже больше уступать и кто знает как бы игра сложилась но это опять же чуть лучшее движение игроков айджи айджи которые просто выбрали момент и нашли его для себя айджи оказались не готовы ну ладно бывает в любом случае только начало турнира все может поменяться дальнейших встречах а у джи мы поздравляем в начале обсуждения да вообще участников сказали что у джи это та команда за которой нужно следить и изменения в составе наверняка пойдет ей на пользу как минимум потому что ну всегда так бывает когда новый игрок или новый тренер и какой-то во первых моральный подъем происходит вот все сейчас то мы точно заиграем и я думаю висперу проще стало и сеп играю теперь с таким игроком который больше подходит этому хаотичному стилю которому он привык при этом и дисциплина тоже пока в этой серии была продемонстрирована я вот и не вспомню каких-то грубых закидонов от у джи ну на первой карте где они немножко да позволили камбэкнуть там пожалуй здесь тимада тоже один раз буквально может быть чуть-чуть не доиграл после рошана в целом все но это по сути первый матч сейчас и это очень важная победа задача выйти в топ-4 группы прямой соперник за слот в топ-4 повержен ну а как там параллельные матчи складываются я все еще кстати не в курсе не смотрел так но я часто краем глаза вижу что мы бы у нас смогли обыграть гейм-модиатор с этим 2-0 неплохо нет пока что 1-0 на первой карте у нас потому что наша карта закончилась быстрее всех и там еще не было результатов еще у азуррей на секундочку до 1-0 уже против балконов но и в против героик я думаю что то чтобы здесь забрали первую не то чтобы не для кого не сюрприз но это скорее было ожидаемо хотя посмотрим посмотрим я нахер посмотрел большим удовольствием ну да я так понимаю мы вообще первыми закончили в таком случае ждем следующих матчей далее у нас я так понимаю будет играться группа бэм мы посмотрим вместе с вами встречу secret extreme ну тоже до секрет одна из тех команд за которой очень интересно посмотреть в начале этого турнира тоже специфический очень состав у пупея прям совсем своеобразный интернациональный как элемент сумеет игроков настроить на какой-то нужный лад будем смотреть уже по ходу этого турнира я так понимаю мы можем идти на перерыв ждем второй матч начнется он по расписанию поэтому смотрите параллельные матчи прямо сейчас и возвращайтесь к нам когда новая встреча начнется